Уважаемые коллеги, мы начинаем конференцию, посвященную памяти выдающегося ученого Владимира Андреевича Якубовича. И мы вот с Александром Львовичем хотели бы открыть эту сессию, сессию совместно с Петербургским математическим обществом, где будут и доклады подготовленные, и воспоминания, и может быть какие-то высказывания о Владимире Андреевиче, о его научной школе, о его замечательных результатах, об учениках, которые разбросаны уже по всему земному шару. И очень многие из них достойно продолжают исследование Владимира Андреевича в различных направлениях. Александр Львович, может быть вы тоже присоединитесь, скажете несколько слов по поводу ведения сегодняшней нашей сессии? Уважаемые коллеги, ну вот мы, как принято было на семинарах у Владимира Андреевича, заранее ничего не заорганизовывали. Решили, что ему было бы приятнее, если бы мы говорили, выступали в непринужденной манере, открытая дискуссия и высказывали каждое свое мнение. Поэтому мы начнем с двух докладов запланированных. Геннадий Алексеевич, доклад вот уже висит, название его, а у меня будет другое название у доклада. И после этого мы хотели бы предоставить слово всем желающим, высказаться, вспомнить что-то, выступления какие-то будут. А после выступлений таких устных, непринужденных, у нас есть в запасе, как говорится, несколько научных докладов учеников Владимира Андреевича, и тогда они будут тоже представлены. Нет возражений против такой повестки дня. Так что все полная свобода, там стоит в зале микрофон. Ну, наверное, прерывать докладчика, как принято было на семинарах у Владимира Андреевича, может быть, не стоит здесь, но все остальное можно. Правильно, Геннадий Алексеевич? Ну, конечно, Александр Львович, конечно. Потому что действительно, вот дух демократизма, дух творчества всегда был на семинарах Владимира Андреевича. И мы черпали оттуда энергию, которую до сих пор, ну, мы еще не расплескали, мне кажется. Вот, и, конечно, мы сегодня вспомним очень многое, и, может быть, даже и кто-то наметит некоторые пути на будущее, пути исследований, пути взаимодействия, которые, конечно, очень важны, потому что, вот я буду сейчас говорить о школе Владимира Андреевича, о замечательных результатах, конечно, это все очень впечатляет. И вот я пронес, так сказать, то, что называется very impressed, то есть вот эти впечатления через всю свою жизнь. Хорошо, тогда, Геннадий Алексеевич, можно вам предоставить слово для доклада? Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, мы с Александром Львовичем обсуждали то, о чем будет говорить. Я думал, думал, и в результате все-таки мне показалось очень важно вот такое название Владимира Андреевича «Санкт-Петербургская математическая школа», потому что Владимир Андреевич буквально ворвался в Петербургскую математическую школу, будучи очень молодым человеком, но уже авторитетным, и авторитет этот он, можно сказать, так сказать, завоевал, получил, будучи студентом мехмата московского. Это редчайший случай, но таких случаев, наверное, просто больше я не могу, так сказать, вам назвать. Но в дальнейшем мы очень долго обдумывали, обсуждали с коллегами вот этот, так сказать, доклад, и в результате у нас, вообще говоря, получилось как бы два доклада. Значит, один, так сказать, вот тот, который сейчас я делаю, и немножечко, так сказать, как бы с теми же самыми слайдами, но, в общем, в определенной степени все-таки несколько другой, потому что вот мы три соавтора, которые принадлежат школе Владимира Андреевича, и вот будет еще сессия на английском языке, и нас трое. Значит, Сережа Абрамович, он сейчас профессор университета Нью-Йорка, он принадлежит школе Владимира Андреевича, в первом поколении я тоже, а вот Николай Кузнецов уже принадлежит второму поколению, и здесь, может быть, мы больше будем демонстрировать, вот когда будет сессия мемориальная на английском языке, мы будем демонстрировать именно преемственность поколений. А сейчас все-таки я, значит, воспользуюсь теми слайдами, которые есть, и, ну, скажу некоторые впечатления, которые действительно, вот, в предперспективе чрезвычайно поражают, просто поражают, насколько Владимир Андреевич был талантливым, ну, я бы сказал, так сказать, конечно, так сказать, вот, самое сильное слово гениальным, гениальным математикам, это, наверное, так сказать, правильно, потому что не было случая еще, чтобы студент, в общем-то, оказался на равных с такими людьми, как выдающиеся профессора Мехмата. Вот здесь очень важно вспомнить ту атмосферу, которая была в науке в сороковых годах, в начале пятидесятых, и, в частности, в той части математики, ну, которая называлась дифференциальными уравнениями, в общем, так сказать, смысле, в общем подходе. Тогда ведь действительно были выдающиеся ученые, но в то же время это была такая эра, так сказать, еще до открытия, открытия, так сказать, сложных движений, странных аттракторов, еще, так сказать, даже подковы из Мейла не было, так сказать, это появилось потом, то есть демонстрация того, что может быть очень сложное поведение траектории. И тогда была совершенно классика, и, конечно, значит, было очень хорошо исследовано двумерные системы, и для двумерных систем, как вы знаете, это, так сказать, предельное множество, это либо периодические решения, либо сепаратистные контуры. Так вот, и в других случаях все, казалось, устроено, то есть не думали, что устроено, так сказать, вообще говоря, наша, так сказать, и реальная жизнь, и математика так сложны. И вот все как бы сводилось к периодическим движениям. Хотя, конечно, был, так сказать, и Пуанкаре, была его знаменитая задача «Трех тел», где он писал о сложностях, но, тем не менее, эти сложности казались все-таки исключением из правил, когда сейчас уже понятно, что вот островки детерминированности, они находятся в океане, так сказать, сложных движений. И я хочу привести два примера, которые говорят о, так сказать, в общем-то, ну, определенной наивности выдающихся людей, которые, так сказать, в свое время были, и которые, так сказать, в общем-то, вот сейчас кажется, ну, действительно присущи той эпохе, которая была. Именно сосредоточение на периодических, устойчивых периодических решениях. И этим занимались очень многие, так сказать, и вот я бы сказал, что в 44-м году появилась гипотеза Ландау о возникновении турбулентности. И Ландау, так сказать, ну, на своем физическом уровне, Ландау был физик, он выдвинул гипотезу о том, и даже тогда называлась теория, это было, так сказать, вообще очень важное, так сказать, утверждение о том, что возбуждаются так называемые моды, то есть, грубо говоря, в жидкости появляются некоторые структуры, которые подчиняются, значит, а моды, это, так сказать, просто двумерные колебательные, так сказать, по существу системы. Так вот, сначала появляются, так сказать, там, двумерные колебания, потом, значит, соответствующие, так сказать, прибавляются еще двумерные, получается, соответственно, еще квазипериодические решения, ну, и дальше возбуждаются, возбуждаются, там, торы появляются, ну, в общем, на самом деле все все равно основано на том, что вы работаете с периодическими решениями, значит, вот уравнение, ну, например, на въезд, только раскладывается соответствующий ряд калеркинского приближения, калеркинский ряд, и вот, так сказать, коэффициентами являются такие вещи, и вот турбулентность по этому. Ну, вот, потом уже в эру странных аттракторов, уже в 70-х годов, стало ясно, что эта гипотеза не верна, что турбулентность появляется совсем по-другому, но тогда никто этого не знал, и откровениями были, так сказать, вот такие, ну, вот теории, которые физически, которые выдвигались в свое время. Ну, и, наконец, второй пример, тоже очень, мне кажется, поучительный, это Пантрягин. Пантрягин занимался теорией размерности, и ученицей у него был Александров. Александров страшно ругался, так сказать, что, так сказать, вот его ученик, Пантрягин, куда-то хочет двигаться совсем, так сказать, в прикладную область, он считал, что, так сказать, настоящая наука, настоящая математика, это вот такая хорошая, чисто абстрактная математика, а Пантрягин хотел очень приложений, и начали они заниматься, опять-таки, периодическими движениями, они стали, так сказать, на семинаре выводить уравнение колебаний генератора. Ну, то есть, вантерполевские вещи вот такие. И в результате, значит, вот, Пантрягин, в конце концов, стал тоже, так сказать, очень негативно относиться к тому, что он делал раньше, сказал, что это все вот ерунда, а вот настоящая наука, и, так сказать, действительно, достиг больших высот, ну, и принцип максимум, вы знаете. Ну, вот тогда Пантрягин занимался именно действительно периодическими колебаниями тоже. Так что, вот, концентрация московского школы вокруг этих периодических процессов в дифференциальных уравнениях была очень высокая. А как ошибся Пантрягин, надо сказать, в целом, потому что вот Пантрягин занимался размерностью, и знаменитая его теорема Пантрягина-Шнирельмана по существу, значит, которая, ну, вот, очень известна сейчас, и которую вот мы с Николаем Владимировичем даже тоже эксплуатируем в наших, так сказать, размышлениях и исследованиях по поводу размерностных характеристиков аттракторов, она говорит о том, что топологическая размерность это нижняя грань всех, так сказать, хаусдорфовых размерностей по всем гомеоморфизмам. Все дело в том, что, значит, вот там еще такое ограничение, так сказать, ну, достаточно, так сказать, серьезное, но вот апологи гордятся тем, что они такие, так сказать, вообще говоря, крутые, поэтому там-то гомеоморфизмы, так сказать, вот, допускаются, так сказать, инвариантно относительно гомеоморфизмов, а инвариантно относительно дефиоморфизмов, так сказать, ну, вот они Они не рассматривают, а оказывается, что в жизни, значит, ну вот Хусдорфовая размерность сейчас является, так сказать, такой очень практической мерой странности-аттрактора и вообще говоря, характерической турбулентности. Но если вы возьмете, так сказать, Хусдорфовую размерность и станете применять гемоморфизмы к множеству, которые, так сказать, характеризуют эту размерность, то вы получите разные размерности. А вот гемоморфизм – это хорошо, но на самом деле, так сказать, в нашей прикладной науке гладкость всегда, она присутствует при всех заменах. Ну, как правило, и поэтому на самом деле, так сказать, вот у нас в этом отношении все хорошо, и сейчас, я думаю, что смещается центр тяжести применения, так сказать, вообще пантрягинских методов и идей как раз из вот размерностной теории, теории различных размерностей, потому что это очень много там всяких размерностей. Ну, вот идея пантрягина оказалась, так сказать, абстрактной и, как он считал, совершенно никому не нужной в конце, там, 30-х, 40-х годов. Они изыграли яркими красками последние 20 лет. Ну, вот, поэтому, а тогда просто концентрация была очень сильная всех этих ученых. Ну, вот, пантрягина здесь нет, и пантрягин тоже. Вот, а Немыцкий, надо сказать, вот среди них он оказался самым, как бы вам сказать, далеко вперед смотрящим человеком. Он со своими учениками выпустил даже книжку «Теории характеристических показателей Липунова», которые действительно осмотрели в будущее и были, прорывались через вот эту периодичность. Ну, вот, занимались все периодичностью. Представляете себе, какая концентрация людей, которые занимались периодическими, так сказать, решениями дифференциальных уравнений. И вот, Владимир Андреевич Якубович, будучи студентом и будучи учеником сразу, так сказать, на, так сказать, вот этих блестящих ученых сразу на двух кафедрах функционального анализа дифференциальных уравнений, он достигает вершин, достигает существенных результатов, будучи студентом. То есть, это потрясающе, так сказать. То есть, на самом деле, эти его коллеги рекомендуют, так, следующий, наверное, слайд, где? Или вот, где? А, вот, рекомендуют две статьи Владимира Андреевича, 48 и 49 году. Эти статьи публикуются в самом престижном журнале Советского Союза, доклады Академии наук. Ну, это потрясающе. Вот такой молодой, очень талантливый математик. Математические способности Владимира Андреевича. Ну, мы и все знали, что Владимир Андреевич, конечно, так сказать, очень талантливый человек, так сказать, очень тонкий и математик, и, так сказать, широко мыслящий ученый. Ну, вот, тем не менее, так сказать, это поражает. Поражает, потому что среди, так сказать, его учителей были гиганты, а, значит, собственно говоря, он, будучи... Когда Владимир Андреевич кончил, так сказать, университет? А? В 49-м. В 49-м. Значит, в 48-м он еще был студентом 4-го курса. В 49-м, 5-го. Ну, Владимир Андреевич, так сказать, был еще и человеком, который всегда не терпел несправедливости. И вот, поскольку, так сказать, тогда все-таки были такие времена, до 40-е годы, так сказать, после войны, с одной стороны, значит, это была, может быть, сказать, небольшая первая оттепель. Фронтовики возвращались с фронтов, значит, и... Все-таки была атмосфера, так сказать, в общем, такого свободного, можно сказать, обсуждения. Но это в 49-м году, видите, так сказать, привело к тому, что Владимира Андреевича не рекомендовали в аспирантуру. И тогда при поддержке Голубева, а Голубев как раз был, значит, деканом Мехмата, вот Владимир Андреевич, так сказать, все-таки нашли место в Петербурге, в НИИ-400, и где Владимир Андреевич начал свою работу. Ну вот, я хотел бы сказать еще, возвращаясь к предыдущему слайду, вот к этому, да, значит, вот мотивация предыдущей еще, так сказать, вот мотивация, так сказать, вообще говоря, исследования периодических решений как раз была связана с тем, что еще и в это время Каписа открыл, переоткрыл по существу. Стивенсона, так сказать, работа была малоизвестна, а Каписа провел блестящий эксперимент с стабилизацией маятника, верхнего положения маятника, и это, так сказать, ну, и были, так сказать, еще различные тоже эффекты уравнения Матье известны. То есть это все вот концентрировалось вокруг вот этой проблематики. Следующий слайд. Ну вот здесь еще, конечно, внесли свой вклад Крылов и Боколюбов, метод Крылова и Боколюбова, это тоже метод усреднения, который был очень популярен и развивался в тех годах. Следующий слайд. Вот Владимир Андреевич, молодой Владимир Андреевич уже в 1949 году в Петербурге. И Владимир Андреевич, приехав в Петербург, конечно, так сказать, стал участвовать в самом главном семинаре у нас, а самый главный семинар у нас был под руководством Владимира Ивановича Смирнова, там участвовали, конечно, так, вот Владимир Андреевич, Владимир Иванович самый главный был, а у него было два, как бы, заместителя, два помощника, это Владыжинский и Михлин, выдающиеся ученые. И, ну вот, Владимир Андреевич, выступив на семинаре и рассказав о своих результатах, конечно, тоже приобрел авторитет в этом семинаре. Ну и потом, знаете, так сказать, вообще говоря, математический комьюнити все-таки друг с другом общается, и поэтому, ну, все знали о, так сказать, достижениях Владимира Андреевича, о том, какие у него были учителя, которых он, так сказать, ну, я бы сказал, некоторым образом даже и догнал за вот эти небольшие студенческие годы. И, конечно, Владимир Андреевич получил полную поддержку на этом семинаре. Мы все помним Владимира Ивановича Смирнова, который очень, тоже, так сказать, был, с одной стороны, очень, так сказать, доброжелателен, всем помогал, но в то же время он был очень избирательным человеком. И помогал он, так сказать, вообще говоря, конечно, очень многим, но, так сказать, так, как Владимиру Андреевичу, так сказать, способствовали мало кому. Итак, вот Владимир Иванович, так сказать, очень много сделал для того, чтобы, значит, Владимир Андреевич оказался и у нас в университете. А прежде всего я хочу сказать, что два, там есть, наверное, да, следующий слайд. Ну, это вот диссертация Владимира Андреевича сначала кандидатская. Вы видите, так сказать, это уравнение, так сказать, Хилла, уравнение, так сказать, которое, так сказать, вот с периодической функцией. Я уже говорил об этом. Следующая докторская диссертация тоже с периодическими коэффициентами. И здесь надо сказать, что, смотрите, оппонентом был Владимир Иванович Смирнов. Он, так сказать, курировал, поддерживал диссертацию. Ну, и такие замечательные, известные люди, как Крейн, Красносельский. И несмотря на, в общем-то, достаточно, так сказать, вообще говоря, жесткую критику со стороны, ну, другого математика, достаточно, так сказать, авторитетного тогда в Петербурге, в Ленинграде, Николая Павловича Яругина. Яругин известный математик. Например, скажем, известная его знаменитая теорема приводимости. Ну, и вот, несмотря на это, так сказать, эта поддержка вылилась в то, что, так сказать, была успешно защищена диссертация. И Владимир Андреевич стал доктором наук. И у Владимира Андреевича появились первые ученики. И эти ученики тоже были из семинара Владимира Ивановича Смирнова. Вот, наверное, надо вспомнить Владимира Николаевича Фомина и Виктора Ивановича Дергузова. И эти ученики действительно, так сказать, были первыми и, так сказать, вообще замечательными математиками. Они оба окончили физический факультет нашего университета. И много сделали для различных областей науки. Но надо сказать, что и Фомин, и Дергузов начинали именно опять с линейных дифференциальных уравнений. Фомин, в частности, распространил результаты Владимира Андреевича на уравнение с бесконечным фазовым пространством. И, ну, вот, к сожалению, уже тоже, так сказать, они не вместе с нами сегодня. Это замечательные ученые, действительно, которые являются учениками Владимира Андреевича, первыми учениками Владимира Андреевича Якубовича. Следующий слайд. Ну, вот, таким образом Владимир Андреевич показал себя блестящим ученым в том направлении, которое было популярным и было стримлайном в Московской математической школе. А в Петербургской математической школе в то время как раз было, так сказать, тоже, был поиск своего, как бы, профиля. Петербургская математическая школа дифференциальных уравнений, она восходила к Липунову. В то же время здесь работали в Петербурге, в Ленинграде такие замечательные ученые, как Лурье, Анатолий Александрович Лурье. И, конечно, влияние, так сказать, вот этих приложений, это ощутилось потом и в других центрах научных, но влияние приложений и влияние того, что на самом деле сначала теория автоматического управления, а потом и теория управления, она на самом деле, так сказать, фундаментом имела дифференциальные уравнения. Ну, я бы сказал, дифференциальные, разностные уравнения, динамические системы. То есть, вот в этом случае, так сказать, получилось так, что концентрировалось, так сказать, второе, так сказать, направление, уже питерское, в котором буквально ворвался Владимир Андреевич Якубович. И это проблема, которую, так сказать, можно назвать условно проблемой Азермана сначала. Марк Аронович Якубович Якубович был выдающимся ученым. Он работал на эти проблемы управления. И надо сказать, что, так сказать, очень многими вещами он занимался просто как очень талантливый ученый инженерной направленности. В частности, танковыми прицелами, другими, так сказать, вещами, которые связаны со стабилизацией. Ну, вот проблема, так сказать, известная. И вот такие люди, как Красовский, Плис, Малкин, они, так сказать, Яругин, они занялись решением этой проблемы. Очень интересно, так сказать, по поводу этой проблемы. Это же было, так сказать, в 52-м году, значит, окончательное решение для двумерных систем о том, что проблема Азермана имеет положительное решение. Значит, вот журнал «Прикладная математика и механика». В одном и том же номере журнала выходит три статьи. И в каждой из этих трех статей доказывается положительность этого решения. Интересно, вот такого тоже, так сказать, никогда не встретишь, наверное. Обычно это конкуренция, обычно это, так сказать, вот все-таки то раньше, кто позже, так сказать, журналы разные. А здесь вот настолько была, так сказать, важная проблема, настолько было интересно всем, что, так сказать, вот три автора, один из них Яругин, другой Малкин, третий Красовский, дали свое положительное решение проблемы Азермана. И эти статьи опубликованы в журнале «Прикладная математика» в 52-м году в одном и том же номере. Ну, это просто вот тоже свидетельство тому, что это стримлайн. Ну, а дальнейшее, так сказать, вообще говоря, так сказать, движение было такое, что действительно, значит, кто-то занимался поиском периодических движений, как Виктор Александрович Плис. А, значит, Владимир Андреевич в конечном итоге, особенно в духе Василия Михайя Попова, так сказать, который в это время, так сказать, создал свой метод Попова, частотных, так сказать, частотных условий, частотных представлений, частотных критерий абсолютного стоящегося. Владимир Андреевич доказал замечательный результат о том, что, так сказать, если мы будем действовать не в рамках метода Попова, а в рамках метода Липунова, то мы получим, в общем-то, аналогичный частотный критерий. Но это произвело впечатление очень большое. Следующий слайд. Посмотрите, значит, это действительно, это такое, так сказать, это вершина, это вершина, так сказать, самая вершина, как бы, так сказать, преодоления научных трудностей. И как раз есть специальный сборник 25 самых, так сказать, выдающихся работ в прошлом столетии. И статья Владимира Андреевича о частотной, так называемой, теореме первая, так сказать, она вошла в этот сборник. И вот смотрите, Бойт пишет, если, так сказать, вообще говоря, можно Липунова назвать дедушкой, так сказать, значит, вот в этом направлении. Ну, все знают решение уравнения Липунова, то, значит, вот дальнейший шаг это Владимир Андреевич, и что, а тогда можно назвать Якубовича отцом в этом направлении. Ну, Бойт, это очень известный американский ученый. Кстати, по цитируемости он, наверное, обгоняет всех других исследователей и ученых. Следующий. Ну, Владимир Андреевич брал и другие вершины. Вот здесь Владимир Андреевич был, так сказать, замечательным человеком. И видно, что здесь Владимир Андреевич и его ученики. Следующий слайд. Ну, вот 70-летие Владимира Андреевича. И Владимир Андреевич еще полон энергии. И смотрите, как внимательно смотрят, так сказать, обсуждают его младшие коллеги, ученики, то, что сказал Владимир Андреевич. Сидит Первозанский Анатолий Аркадьевич. Ну, а здесь вот Фродков с Леоновым о чем-то задумались. Ну, у Леонов, так всегда, значит, более задумчив, а Фродков более эмоционален. Ну, видите, так сказать, все на этом фотографии, все как бы видно. Ну, мне кажется, достойные тоже ученики. Следующий слайд. Так. Это уже семинар дома. Владимир Андреевич проводил дома семинары. Вот в 2000-х годах. Это были замечательные, так сказать, семинары. Где продолжалась научная жизнь. Владимир Андреевич прожил замечательную научную жизнь. Он был окружен любовью семьи, любовью учеников. И школа, которую создал Владимир Андреевич, это замечательная научная школа, которая продуцирует очень-очень много научных результатов в различных областях, как чистой математики, так и прикладной математики. Теория управления. Теория энергетических систем. То есть, вообще, так сказать, здесь можно сказать, что у Владимира Андреевича сотни учеников, последователей, которые принадлежат так или иначе, или касаются этой замечательной научной школы. Ну, это уже, так сказать, просто тут Владимир Андреевич, так сказать, тут видите, так сказать, скопус, да? Ну, скопус, так сказать, со своими документами. Ну, вообще говоря, так сказать, здесь можно сказать, что очень много статей, где в названии статей присутствует имя Якубовича. И вот Николай Владимирович, так сказать, может быть, прокомментируйте этот слайд, потому что значит, здесь здесь как раз формальные, так сказать, вещи. Ну, вот очень интересно, что каждый год выходят статьи, если посмотреть, то значит, с завидной регулярностью в скопусе появляются статьи, где в названии присутствует фамилия Якубович, то есть каждый год, причем эти статьи это не только из России, вот последняя работа, например, тут 4 работы поместилось, это работы китайских авторов. И интересно, что значит, ну, последняя работа, я два дня назад вот делал этот скриншот, последняя работа, это как раз уже второе поколение учеников. Вот Геннадий Алексеевич занимался с Аркадием Хаймевичем и с Владимиром Андреевичем, они занимались разрывными системами. Это одно, может быть, из не очень известных направлений его деятельности. Вот книжка была 78-го года, а потом в 2004-м она была переведена на английский, и мы недавно продолжили эту работу, и вот наша работа, посвященная этому направлению, как раз проиндексирована в скопусе, и эти результаты будут представлены в четверг на специальной сессии. Вот разрывная система и скрытая отраектор ЧУА, мы продолжим там обсуждение этого направления исследования Владимира Андреевича. Спасибо, Николай Владимирович. Ну вот то, что я хотел вам рассказать, то, что хотел вспомнить о Владимире Андреевича, и я надеюсь, что сегодня эти воспоминания будут продолжены, продолжены, так сказать, о том, какой замечательный был ученый Владимир Андреевич, какой замечательный был человек, добрый, принципиальный, и очень-очень справедливый. Спасибо. Спасибо. Доклад, так сказать, об истоках творчества Владимира Андреевича и о его окружении в Санкт-Петербурге, о математической школе. Это очень важно, это окружение. Значит, здесь нам повезло с вами, коллеги, ведь Владимир Андреевич родился, как известно, в Новосибирске, а учился в Москве, а работы свои он писал у нас, в Петербурге. Примерно так же, как с Эйлером нам повезло. Петербургская математическая школа много выиграла от этого. И вот, я хотел бы в своем выступлении, сейчас, мыши, можно, вот Фродков там, второй. Да-да. Да-да-да-да-да. Да. Хотел бы остановиться на основных направлениях деятельности Владимира Андреевича и его учеников, как бы, можно, да? Хочу попытаться обозреть, как-то единым взглядом окинуть наследие Владимира Андреевича, творческое его наследие. Эта задача для одного человека невыполнимая. Это ясно было с самого начала. Но дело в том, что у нас на конференции несколько, извините, несколько докладов будет подготовлено его учениками. И на этой конференции тематики, связанные с именем Владимира Андреевича, посвящено более 20 статей. 20 докладов, разбитых на несколько тематических секций. И я буду по ходу дела об этом говорить, апеллировать к докладам с программы конференции Микнон. И все это вместе, мне кажется, в состоянии его ученики в целом дать какую-то картину его творчества и попытаться представить себе тот вклад, который он в мировую сокровищницу знаний по математике, прикладной математике и кибернетике внес. Ну что ж, давайте начнем с... Вот я попробую сейчас сам это сделать. Туда направлять? Да, вот. Появился канонический портрет Владимира Андреевича. Вот. И... Значит, давайте дальше вот пойдем. Его биография... Однажды он попытался написать ее сам. В третьем лице. Биография от третьего лица. Очень интересный жанр. Вот это он не первый изобрел этот жанр, но вот он писал. Это было в 97-м году в Словакии, в Братиславе. по приглашению Войтаха Веселой он был там. И мне повезло, довелось его сопровождать. И для Словацкой газеты попросили какие-то слова о себе написать. И Владимир Андреевич вместо того, чтобы свою автобиографию, как обычно, принято писать, он подумал о том, для чего нужен этот текст, для чего он будет нужен. И попытался облегчить задачу тому, кто будет использовать, чтобы прямо вот этот текст можно было поместить в газету или как-то. Поэтому она, я думаю, от третьего лица написана. Вот. Вот она начинается. Краткие сведения о его биографии. Он поступил в Московский университет на механико-математический факультет в 46-м году, окончил в 49-м году, получив в 49-м году первую премию на конкурсе научно-студенческих работ. Отзыв на эту работу был очень хорошим. Он был написан известным русским математиком Андреем Николаевичем Калмогоровым. Две кафедры, возглавляемые Гельфандом и Немыцким, рекомендовали его в аспирантуру. Но он не поступил в аспирантуру, а стал работать инженером в научно-исследовательском институте судостроительной промышленности в городе Ленинграде. Здесь он впервые столкнулся с задачами управления. И дальше вот такая автобиография. Она есть в напечатанном виде. Это рукопись все-таки. Это любезно мне предоставил ее Войте Хриселый. Она у него хранится, оригинал хранится в Словакии, в Братиславе. Вот. А мы сделали вот с его учениками Михаил Сергеевич Ананевский большой роль здесь сыграл диск с трудами Владимира Андреевича. Практически полное собрание его сочинений, переводы на английский язык, многих статей, более ста статей, переводы более ста статей на этом диске имеются, и некоторые статьи о нем, некоторые материалы о нем. И тогда вот среди этих материалов есть и вот это текст, это биография. У нас, Миша, есть какое-то количество дисков с собой? Где? На биржевой, да? Может быть, к концу выступления мы кому-нибудь отправим, чтобы здесь у нас к концу сессии эти диски были? Дима, может быть, вы сходите? Вот Миша скажет вам, где эти диски лежат, и к концу будет, значит, некоторое количество насильств мы можем выдавать, так сказать, участникам сегодняшнего заседания. Это уже не первое издание, но вот самые последние находки, буквально со всего мира, его ученики присылали переводы статей, и выше некоторые статьи о нем, тоже это все в этой книжке, вот на этом диске имеется, и тексты не только статей, но и книг. Поэтому это, так сказать, мы не для публикации выдаем, а просто тем, кого это интересует, кому это нужно, мы просто записываем список, составляем. Ну, хорошо. Теперь вот облачь научных интересов Владимира Андреевича. мне представляется, что их можно разделить на, условно, конечно, разделить на пять областей. Первое, они так связаны хронологически в какой-то степени. Первое, то, о чем подробно Геннадий Алексеевич остановился, это линейные периодические гамильтоновые системы, это работы 50-х годов, это его и кандидатская дистанция, и докторская тоже, я позже скажу. Вторая тема, это устойчивость и колебания нелинейных систем, может быть, самая объемная и самая масштабная из того, что было сделано, и больше всего учеников в этой области, тоже мы это увидим. Третье, это адаптивные системы, тоже начиная в 60-е годы, потом оптимальное управление, чуть позже началось, и, наконец, поздние работы, это 90-е и 2000-е годы, и вот когда Геннадий Алексеевич показал фотографию, семинар у Владимира Андреевича, 2005-й год, я с удовольствием увидел там практически всех представителей, значит, ведущих учеников Владимира Андреевича, и все они практически присутствуют здесь. То есть, 10 лет прошло, а мы все вместе. Вот это очень здорово. И в общем, теперь я перейду по отдельности по этим тематикам. Значительность, значимость то или иного направления творчества ученого, по-видимому, можно оценить книгами, потому что статьи сейчас вот нас заставляют считать индексы цитируемости, это тоже важно, но книга, монография это крупный такой мазок в общую картину, научную картину мира, и вот сами монографии отражают, можно по ним судить об этой картине. Так вот, монографии, где Владимир Андреевич был бы соавтором, всего 9. Здесь представлены 8, одна из них на английском языке, глубочая из Торжинского, в двух частях, в двух томах вышел, поэтому всего 9, и вот они отражают основные 4 направления, поздние работы в монографиях еще не отражены, вот сразу же мы видим, так сказать, куда надо двигаться его ученикам. Давайте начнем последовательно, первое направление линейной периодической гамильтоновой системы, 50-е годы, ну, об этом достаточно подробно Геннадий Алексеевич рассказал, я считаю важно, что здесь были улучшены классические результаты Липунова и предложены новые полученные результаты в области параметрического резонанса, и показано было, что применяемый инженерами метод расчета границ областей динамической неустойчивости может приходить к потере ряда областей, и показано, как этих потерь можно избежать. И с помощью этой теории был предложен анализ крушения Токомского моста, знаменитое такое трагическое событие, которое привело к велению большого числа работ, публикаций, потому что непонятно было, отчего же он все-таки разрушился. Владимир Андреевич предложил гипотезу о том, что в этой катастрофе существенную роль сыграло явление параметрического резонанса. Ну вот эти портреты ученых, которых уже нет с нами, Владимир Николаевич Фомин и Виктор Иванович Дергузов, вот это ученики в этом направлении. К сожалению, значит, вот это направление не оставило продолжателей. Вот, это тоже, значит, может быть вопрос, которым может быть стоит задуматься. Но, к счастью, на этой конференции предложил тему для доклада известный американский ученый Роджер Брокетт. И тему он предложил как раз связанную с этими работами. Так что на конференции эта тематика не будет обойдена. Доклад Брокетта, это последний день конференции, последний, собственно, доклад конференции перед закрытием. Я думаю, он придет большое внимание. Он посвящен периодическим вещам. Следующая наиболее, так сказать, крупная область исследования Якубовича и его учеников это устойчивость и колебания нелинейных систем. Здесь можно отметить книгу совместную с Геннадьевичем Леоновым и Аркадьим Хайевичем Геликом 78-го года, которая у его учеников давно стала настольной книгой. Мы рекомендуем ее студентам, к счастью, эта книга имеется в интернете, значит, сейчас это легко учить тех студентов, которые хотят учиться. Берите и читайте, говорим. И, значит, там есть много вещей, которые до сих пор еще малоизвестны научному миру во всем мире, хотя перевод этой книжки вышел относительно недавно, в 2004 году. Какие достижения, какие именные, как говорят, результаты были связаны с именем Владиа Андреевича вот в этой тематике? Ну, метод матричных неравес, серия статей в автоматике и телемеханике начала 60-х годов, именно про нее Бойт сказал, что Владимир Андреевич был отцом этой области. Сейчас стараниями Стивена Бойда и его учеников технология линейных матричных неравес превратилась в мощный такой расчетный аппарат современной теории управления, не только управления, и оценивания, и оптимизации. И поэтому как-то даже странно, что вот эта область рождалась в 60-е годы, потом мало кто ей интересовался и в 90-е Бойт открыл второе дыхание, придал ей второе дыхание. Круговой критерий я расскажу чуть позже, почему он также связан с именем Якубовича. Конечно же, общий критерий абсолютной устойчивости, его он уже общепринято называется квадратичный критерий Якубовича, абсолютной устойчивости при наличии связи в виде квадратичных форм общего вида. Лемма Якубовича Калмана не нуждается в комментариях, но я потом о ней хотел тоже чуть-чуть сказать. В нашем кругу мы так не называли, конечно, Лемма Якубовича Калмана, особенно при Владе Андреевиче, вот это не разрешал, вот, называли частотная теорема. Итак, статья в 96-м году, в которой многие из присутствующих здесь были с авторами, посвящена так частотная теорема в теории управления. Вот так. Значит, следующее это С-процедура. Вот Лемма Якубовича Калмана и С-процедура по выражению в замечательном обзоре Сергея Гусева и Андрея Лехтарникова. Мы всегда знали, что они хорошие друзья, а недавно оказалось, что они еще и родственники. То есть, теорема без процедуры можно вывести из частотной теоремы и наоборот. Вот это удивительные по красоте результаты. Вот, может быть, Сергей Владимирович немножко об этом скажет. Значит, у него тоже предстоит обзорный доклад 40-минутный на этой конференции. Ну, вот здесь перечислены члены научной школы Владимира Андреевича и вот указано на Микноне внизу строчка в четверг в 11.30 будет обзорный доклад Никиты Евгеньевича Барабанова о вкладе Якубовича и его школы в теории абсолютной устойчивости. Я думаю, эту тему надо предоставить специалистам для раскрытия. Может быть, сегодня Никита Евгеньевич тоже что-то расскажет на эту тему. Вот Калма Якубовича Лема. Вот она в Википедии, как и все серьезные математические результаты имеется. Не всегда там правильно все написано в Википедии. Это другой вопрос. Но вот здесь, что здесь, так сказать, вызывает некоторые вопросы? Написано, что она была выведена в 62-м году Рудольфом Калманом, который завтра тоже, кстати, будет выступать, который соединил результаты Владимира Андреевича Якубовича и Василия Михайловича. Попова. Ну, значит, чуть подальше, на следующем слайде. Я просто тут хочу сказать, что уравнения, которые здесь приведены в Википедии и которыми мы все пользуемся, не только мы, это в зарубежной литературе часто называется алгебраическое вернение Рикати. Вот так, если второго уравнения К выразить, подставить в первое, это получится квадратичное относительно П уравнение. Это как в матовичном уравнении Рикати убрать производное и получится алгебраическое. Оно важную роль играет в теории управления и не только в теории управления. Но вот важно отметить, и я хочу это отметить, что оно было получено до того, как его стали называть алгебраическое уравнение Рикати. Оно не имеет никакого отношения к имени Рикати. Строго говоря, потому что Рикати скалярные вещи рассматривали, а не маточные. А тут пафос именно в матричных соотношениях. Так вот, впервые эти соотношения были выведены в работах Анатолия Исааковича Лурье. И Владимир Андреевич и мы вслед за ним называем это уравнение Лурье или разрешающее уравнение Лурье. В книжке Лурье 51-го года это первая книга по нелинейным системам в мире. В общем, эти уравнения выписаны и видно, значит, вот они похожи именно на это. Так вот, вклад Владимира Андреевича важный результат был то, что он установил эквивалентность алгебраических подходов, которые Лурье и его школы развивали, и частотным подходом, которые шли от Попова. И вот эквивалентность всех трех функций Липунова алгебраические отношения и частотные это вот тот вклад, которым Владимир Андреевич гордился, вклад в математику. Так вот, реально имя Калмана возникло здесь после того, как здесь у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, простите, в начале 60-х годов был Левшиц, после Конгресса ИФАК 60-го года в Москве, значит, он приехал еще раз, чтобы подробнее познакомиться с работами советских ученых, потому что тогда стало ясно, вот, как прорыв такой осуществился на этом Конгрессе в 60-м году, стало ясно, что много интересных результатов в Советском Союзе получено, и чтобы с ними получит познакомиться и с авторами их познакомиться, Левшиц специально приехал и посетил несколько научных центров, в том числе был в Ленинграде, разговаривал с Владимиром Андреевичем, общался, так вот, уже подана в этот момент была статья в докладе Академии наук с этим ключевым результатом, с этой леммой, ну и Владимир Андреевич передал текст этой статьи Соломону Левшицу, Левшиц взял его в штаты, он работал в Принстоне, вокруг него была группа сильных молодых математиков, в том числе Рудольф Калман. И вот, познакомившись с этой задачей, Калман заинтересовался, развил ее, в какой-то степени усилил, и вот это, этот результат стал называться за границей Лемма Калман-Якубович, но мы его называем Леммой Якубович. Калман, а теперь уже вклад Попова на следующей слайде, на следующем слайде это будет видно, через один точнее, это вариант Лемма, который в учебниках можно найти, более общей формулировки с прямой связью для системы в книге Халила. Ну и вот я показываю здесь, цитирую статью Гусева-Лехтарникова, очерк истории Леммы Калмана по Пойче и с процедурой, которая просто увлекательное чтение является, может быть, ее перевод, к сожалению, не идеальный, но на русском языке она просто блестяще написана, и про все это там можно прочитать. А на Микноне Сергей Владимирович будет уже новые результаты рассказывать и связь этой Леммы с 17-й проблемой Гильберта. Это просто красиво, просто удивительно красиво. А вот мнение извне, так сказать, не... Мы, конечно, сами себя хвалим, нашу школу, да, а вот мнение извне, мнение Владимира Резвана, который здесь присутствует, мне приятно. Вот. И, значит, что Владимир писал в своей статье для юбилейного специального выпуска журнала International Journal of Robust and Non-Lineia Control, посвященного 80-летию Владимира Андреевича. Был специальный такой выпуск среди других выпусков. Вот это как звучит. Лемма Якубовича Калмана-Попова, которую иногда называют великой леммой теории систем, стала в 60-е годы 20-го столетия поворотным пунктом в развитии теории качественного поведения динамических систем. Если рассматривать вопрос о том, кто был ее первооткрывателем, то первой статьей по этому вопросу была опубликованная в 62-м году работа Якубовича. Один. Внизу есть ссылки. Следующей работой была статья Калмана, в которой это утверждение было доказано для случая одной переменной одной функции управления с использованием полиномиального разложения. В работе Попова же, третья работа, рассматриваются не скалярные случаи, а случаи нескольких функций управления. Вот такова история этого фундаментального результата. Теперь про круговой критерий. Вот несколько лет назад мы отмечали на нашем семинаре юбилей Ефима Натановича Розенвассера. И вот я благодарен Ефиму Натановичу за то, что он познакомил меня с некоторыми работами своими, начало 60-х которых я не знал. И разбираясь в этой тематике, пытаясь поглубже разобраться, значит, я обнаружил интересные вещи, которые имеют исторические в общем значения. Круговой критерий. Что это такое? Вот есть линейная система с нелинейностью. Система, точнее, состоять в правой часть, которая включает линейную часть, и нелинейность, зависящая от некоторого выхода линейной комбинации переменных состояний. Сейчас это часто называют форму Лурье. Такие системы. Есть ее передаточная функция, через которую можно вычислить частотную характеристику, вычислив ее на мнимой оси. И вот круговой критерий, обеспечивающий устойчивость системы с любыми нелинейностями, удовлетворяющими условия сектора, секторные связи вот написано. Вот неравенство, которое написано внизу, касающееся частот тристики, связывающие ее с границами сектора. Круговой критерий называют, потому что геометрический, он имеет простой геометрический смысл, частотная, график, годограф частот тристики должен лежать вне некоторого круга на комплексной плоскости. Так вот, кто его придумал, этот критерий? Известно, и об этом мне Ефим Натанович рассказал, что Лурье сам не занимался круговым критерием, и поскольку он исследовал с помощью функции Липунова-Лурье, теперь, которая называется, квадратичная форма плюс интеграл от неринейности, а для кругового критерия нужна только квадратичная форма. И тогда казалось, чем мощнее класс функции Липунова, тем более мощные критерии можно получить. Это так, но критерий устойчивости для критерий Попова он получает только для стационарных неринейностей, независимых от времени. А если у нас есть зависимость от времени, метод не работает. Ни в одном, ни в другом варианте. И тогда возникает вопрос, а что же тогда делать, какой критерий построить? И вот в книжке уже упоминавшейся Гелик Леонов-Якубович написано про это дело так в замечании. Круговой критерий был получен независимо рядом авторов. Это неудивительно. Первые публикации указывали Бонжорно, младший, в 64-й год, Наумов, в 68-й, Попов, в 64-й и в 63-й году публикации Розенвассера и Кубович. Значит, мне стало, конечно, интересно, и вот, так сказать, общаясь с Ефимом Натановичем, я стал выяснять, что же было, значит, вот тоже действительно был первый. Надо сказать, что в английской, англоязычной литературе то же самое, написано, несколько независимых источников, они не такие подробные, на наших не ссылаются, хотя вот статьи Ефима Натановича и Владимира Андреевича в некоторых источниках американских цитируются, надо отдать должное. Так вот, оказалось, что в трех статьях этот круговой критерий был сформулирован. Значит, статья Владимира Андреевича Якубовича, статья Ефима Натановича Розенвассера и статья Бонжорно, но не та, на которую ссылается в книжках, а у него есть статья чуть раньше опубликованная, но тоже в солидном журнале Transactions по Automatic Control, тоже 63-го года. Представляете, все в один год. Значит, стали считать месяцы. Оказалось, статьи Розенвассера и Якубовича опубликованы были в один и тот же месяц, в март. Значит, Бонжорно тут немножко опоздал. В апреле вышла статья его. Так что, тут ясно. Теперь дальше. Значит, в одно и то же время дальше не различить по выходу. Но кто раньше подал? Кто представил раньше? Оказывается, Ефим Натанович представил 2-го июля статью в автоматическую механику, а Владимир Андреевич представил чуть позже статью в сентябре в докладе Академии наук. А вышли они одновременно. Так что, вот, мне очень приятно, что тут имена известных наших ученых, я считаю, вошли в классику, в анналы истории автоматического управления. Я предлагаю называть круговой критерий критерием Розенвассера и Кубовича Бонжорно. Вот еще говорилось здесь о том, что интересно смотреть в названиях каких статей появляется фамилия Якубович. Я тоже этим занимался и обнаружил некоторые вещи, которых я не знал просто раньше. Ну вот, например, уравнение Калмана Якубовича оказывается, есть. На самом деле, здесь ничего удивительного нету. это вот все те же уравнения Лурье называются иногда и вот это первый назвал известный австралийский математик Роберт Битмит в 81 году уравнение Калмана Якубовича и вслед за ним многие так называют. Теперь дальше. Оказывается, есть еще матричное уравнение Якубовича. Вот об этом я совсем не знал. Оно как-то близко позиционируется с уравнением Сильвестр матричного вот внизу написано. На самом деле, это странно, это линейное матричное уравнение относительно матриц Х и У. Значит, в варианте Калмана Якубовича там есть еще одна связь, в результате все становится квадратичным. Но здесь линейное. Тем не менее, как шаг к решению уравнений Калмана Якубовича, вот эти уравнения можно рассматривать шаг к итеративному решению. И вот в статьях уже довольно многих авторов, китайских авторов и арабских авторов вот это этот термин стал упоминаться уравнений Якубовича. Следующая область теории адаптивных систем. Ну вот, значит, когда я был студентом и первые годы после окончания я помню, что множество членов кафедры довольно устойчиво делилось на два подножества. Те, кто занимаются нелинейщиной и те, кто занимаются адаптивщиной. Вот это были основные 60-е годы это действительно так и происходило. Вот, я как-то попал во вторую область адаптивщиком был и повезло, значит, что Владимир Андреевич меня тут активно так сказать муштровал и мы в конце концов вышла наша книжка с Владимиром Николаевичем Фоминым и Владимир Андреевичем в 81-м году. Вот, ну, конечно, все это общепринято, что Владимир Андреевич является основателем Ленинградской или Санкт-Петербургской школы по теории адаптивных систем. И здесь большую роль сыграли еще симпозиумы по адаптивным системам, которые проводились здесь, в Ленинграде. Ленинградские симпозиумы. Ну, я не буду подробно говорить. Среди результатов, которые остались уже надолго в этой области, это сам метод рекуррентных конечисходящихся алгоритмов, решения целевых неравенств, это в 66-м году статья в докладах. Математическое определение адаптивной системы впервые было предложено Владимир Андреевичем. И термин адаптивные роботы. И вообще термин роботы в научной литературе появился впервые в работах Якубовича в 68-й год. Ну, вот, интенсивно из его учеников Тимофеев Адель Васильевич занимался этой тематикой, вот его нет с нами уже. Ну, и ряд других учеников. На нашей конференции будут два доклада, они не обзорные, но о некоторых новых направлениях в этой области метод целевых неравенств Виктор Федорович Сахалов и Владимир Александрович Бондарко. Это будет в четверг после обеда. Теория оптимального управления. Ну, позвольте мне даже не характеризовать вклад Владимира Андреевича. Здесь присутствует Алексей Серафимович Матвеев, который достойно продолжает дело Владимира Андреевича в этом направлении. Вот две книги, которые вышли еще в 90-е и 2000-е годы, а сейчас целый ряд работ у Алексея Серафимовича был, и об этом он будет говорить в своем докладе на нашей конференции в четверг в три часа. Поздние работы Кубовича. Я хочу на двух остановиться очень коротко в направлениях. Первое связано с его работой неосцелитурности линейных парабиотических гоминтоновых систем. Мне кажется, для поздних работ Владимир Андреевич характерно то, что он комбинировал идеи предыдущих своих результатов, синтетический такой подход. Из двух направлений получались новые результаты, новые и для одного, и для другого направления. Вот в частности, применяя свои результаты гоминтоновых систем ранние 50-х годов, он получил новые версии более продвинутые на новом уровне частотной теоремы для периодических линейных систем и для линейных частей и для более общих даже нестационарной части. Это была диссертация Савкина. И эту силу и красоту взаимодействия различных идей из разных отделов математики Владимир Андреевич прекрасно понимал. Я хочу процитировать его выражение, его фрагменты из аннотации к его статье 91-го года. Основной предмет этой статьи исследование свойства неосцилляторности линейных периодических гамильтонных уравнений. Вывод достаточных условий неосцилляторности существенно использует некоторые идеи и результаты Марка Григорьевича Корейна в области комплексного анализа. Как следствие будут установлены условия положительности спектра периодического самосопряженного дифференциального оператора, некоторые результаты относящиеся к линейной квадратичной периодической задаче оптимального управления, критерии абсолютной устойчивости нелинейных систем с периодически несационарной линейной частью. Тем самым, обратите внимание, тем самым будет продемонстрировано внутреннее единство упомянутых тем, относящихся к разным разделам математики. Вот это, безусловно, очень сильное. Вот, еще хочу обратить внимание, упоминается имя Марка Григорьевича Корейна, а ведь всего лишь идеи используют. И в наше время редко кто, так сказать, делает реверанс другим авторам, идеи которых позаимствованы. Дай Бог, чтобы на саму статью сослались. Вот, а тут, значит, Владимир Андреевич, это вот его, стиль его характера считает необходимым упомянуть Крейна, значит, как своего учителя вот в этом направлении. Ну, и последнее, о чем я хотел, значит, что я хотел упомянуть, теорию универсальных регуляторов. Это работы 90-х и 2000-х годов с молодыми учениками, прежде всего Антоном Викторовичем Проскурниковым. Вот, в 95-м году за эти работы, за первые работы по универсальным регуляторам Владимир Андреевич получил премию за лучшую публикацию академического издательства наука. А в 2008-м году за цикл работ в этом направлении его ученик Антон Проскурников был достоин медали Российской Академии Наук для молодых ученых. Вот, это тоже знак, так сказать, высокой оценки достижения всей школы Владимира Андреевича, я считаю. Об этом направлении на конференции будет два доклада. Доклад Проскурникова в четверг 1540 и доклад друга Исаавра Владимира Андреевича Андерса Линквиста. Он будет в среду. Последние годы они много сотрудничали, общались. Владимир Андреевич часто ездил в Стокгольм к Линквисту, Линквист сюда приезжал. Вот он будет рассказывать на мемориальной сессии в среду в 16 часов. Значит, итак, подводя итог, как можно охарактеризовать в числах школу Владимира Андреевича Якубовича. Подготовлено более 40 кандидатов наук, более 10 докторов наук, член-корреспондент Российской Академии наук, более 60 монографий, в том числе 14, сейчас, наверное, уже больше издано за рубежом. Вот последние книги Геннадия Сеевича я, честно говоря, не сосчитал, надо сосчитать, добавиться. Вот, потому что тут активные есть ученики. Значит, Владимир Андреевич стал лауреатом международной премии Винара за вклад кибернетику. И вот, мне кажется, среди тех знаков оценки вклада ученого в науку, которые посчастливились получить Владимиру Андреевичу, это, может быть, самое значимое, это главная премия по системе управления международного общества. Общество системы управления, Антри Плэй Контрол Система Аворд, и медаль с надписью за пионерские и фундаментальные достижения в теории устойчивости и оптимального управления. Вот, это для научного мира, для всего мира, это, может быть, самый важный знак признания, потому что всего людей, награжденных этой медалью от Реплы, 34, она с 80-х годов присуждается, 34, и из нашей страны вот Николай Николаевич Красовский, тоже лауреат этой медали, тоже достойное достижение, вот, вот и все. На нашей конференции я посчитал, будет присутствовать 4 ученых, удостойных этой медали. Это Карл Острим, Роджер Брокетт, Альберто Исидори, и кто же четвертый? Нет? Команды не было? Нет. Так, Острим, Брокетт, Исидори, а, Гудвин, Грэм Гудвин, из Австралии, он тоже будет на конференции. Ну, что ж, вот это уже последний слайд, значит, здесь изображена обложка диска, который вот сейчас уже мои коллеги принесли сюда, значит, мы будем желающим этот диск подавать. Здесь много статей, более 300 статей Владимира Андреевича, из них более сотни на английском языке. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, может быть, или замечания? Когда диски будут выдавать? Вот это правильный подход. Человек приехал из-за океана, вот сразу же в нужном направлении думает. Сережа, ну, будут диски, не волнуйся. Я предлагаю тогда, если, так сказать, прокомментировать эти идеи, я ведь не уверен, что здесь я все правильно изложил, даже с точки зрения математики, это мое сугубо субъективное впечатление. Вот. Я буду рад, если меня поправят в чем-то. Не обязательно сейчас, можно после, заседание, может быть, еще после, но, в общем, я буду рад обсудить эти все вопросы. А сейчас, наверное, Геннадий Ильич, предложим всем желающим выступить, кто хочет что-то свое вспомнить про Владимира Андреевича, про результаты какие-то, и просто из жизни нас... Мы-то можем много вспоминать, но нету времени останавливаться на этом. Как, коллеги, пожалуйста. Вот, Есим Натальевич. Пожалуйста. Не надо, я не чувствую, что стояние там стоять. Вот это... Почему? Ну, потому что вы участник первого конгресса и факта. Вот не все, может, знают в этой аудитории. Кстати, у меня с собой я обнаружил папку первого конгресса и участников. Я делал доклад с Анатолием Сахчем Лурье совместным. Вот у меня эта папка, там даже одна из фотографий, остальные, я не знаю, или я потерял, или у меня украли. Я хочу поделиться некоторыми воспоминаниями. Дело в том, что так сложилось, что моя жизнь во многом как-то стала или параллельно, или пересекалась с жизнью Владимира Андреевича Якубовича. Прежде всего, может быть, случайное, а может быть, не случайное совпадение. Вот Геннадий Алексеевич сказал, что он, окончив университет, московский, был направлен на работу в институт НИИ-400, так называемый, оборонный. Я хочу уточнить, он был направлен не в НИИ-400, этот институт находится в Ленинграде, находился в Петербурге. Его направили работать в филиал НИИ-400, который расположен в городе Ломоносов. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что это надо было ехать в Ломоносов. В общем, это достаточно такое направление было тенденциозное. Но дело в том, что через несколько лет окончим институт, я тоже был распределен в Ломоносов в филиал НИИ-400. Когда я туда пришел работать инженером, ну, все, я сказал, что я увлекаюсь математикой, а мне сказали, а вы знаете, у нас работал здесь Якубович, математик. Вот. Так что, косвенно я тогда очень давно с ним познакомился. Потом еще одно совпадение. У родителей моей жены была и есть, и осталась дача в поселке Комарово под Ленинградом. А через железную дорогу там же на даче жила мама Владимира Андреевича, к которой он часто приезжал. И мы с ним очень часто там как раз с Комарово пересекались, ну, и делились, и в конце концов у нас общие были какие-то интересы. Поэтому мы часто с ним общались, обсуждали многое. И у меня такое впечатление, что то, что он мне говорил в какой-то мере влияло на меня, и то, что я говорил тоже как-то у него оседало. Он был рецензентом одной из моих книжек и вообще относился ко мне достаточно, ну, я бы сказал, благосклонно. Дело в том, что я по образованию не математик, я окончил Ленинградский кораблестроительный институт, ну, потом уже заводчинный университет. Теперь из истории абсолютной устойчивости, тоже забавно. Вот как раз на первый конгресс и фак я участвовал, сказал, вместе с Анатолием, мы делали доклад совместный с Анатолием Сахчем Лурье. И там был представлен, да, и до этого, значит, все работы по абсолютной устойчивости были связаны, вот как сказал Александр Луевич, с уравнением Лурье. Была такая теорема, что если некоторая система квадратных уравнений имеет решение, сейчас и называется уравнение Рикати, то система абсолютно устойчива. И все работы в этом направлении шли именно в этом русле. В частности, была книга Александра Михайловича Летова, все эти были варианты квадратных уравнений, разных форм, упрощенные, усложненные и так далее. В частности, наш доклад с Анатолием Исаак Чамурье тоже был посвящен этой проблеме. Он назывался построение функции Лепунова для одного класса нелинейных систем. И речь шла о построении некоторой системы квадратных уравнений, которая в некотором смысле обобщала формы квадратных уравнений, которые были опубликованы до этого. Я тогда был очень молодой, шустрый. Я очень любил находить недостатки в чужих работах. Мне тогда удавалось даже авторитетных авторов находить некоторые промашки. Ко мне подходит Марк Ронеч Зерман, портрет которого здесь был, и сказал, вы знаете что, вот тут есть одна ошибочная работа, вот вы должны найти где там ошибка. Это был доклад Попова, касавшийся абсолютной устойчивости его знаменитого критерия частотного. Хотя для меня Зерман был большим начальником, и раз он велел найти ошибку, я должен был ее найти, и к своему ужасу я никакой ошибки не нашел. Ну, к счастью, потом оказалось, что никакой ошибки и нет. Но лично на меня работа Попова произвела такое впечатление, что я просто бросил заниматься абсолютной устойчивостью и переключился на совершенно другие вещи, которыми занимаюсь и до сих пор. Вот. Это значит, что касается этого вопроса. Теперь, ну, я, во-первых, благодарен Александру Львовичу, благодаря сложным изысканиям историческим обнаружил, что я что-то сделал в области трудового критерия. Но здесь можно еще кое-еще и добавить. Вот как раз у меня с собой я случайно совершенно вчера перебирая бумаги нашел папку участника вернее называлось это делегата первого конгресса и факт. Там, кстати, у меня даже есть автограф Норберта Винера, который как раз присутствовал на этом докладе. И у меня есть, я покажу Александру Львовичу, ну, я не знаю, как это называется, один доклад в обложке. Как Александру Львович это называется? Нет, просто в обложечке, вот я вам потом покажу. Ну, оттиск, да, это, ну, оттиск. Вот где были вот опубликованы некоторые квадратные уравнения с конечным сектором и с двумя параметрами, один из которых может быть, должен быть положительный, а второй может иметь любой знак. И я действительно бросил заниматься абсолютно устрачивостью. Но через несколько лет, через два или три года вот вышла статья Якубовича, которая связывала квадратные уравнения квадратные уравнения с критерием с критерием Попова. Так вот, когда я взял вот те квадратные уравнения, которые здесь вот опубликованы и перевел с помощью теоремы Якубовича на язык Попова, оказалось, что это одно и то же. Значит, оказалось, что вот эти квадратные уравнения, которые опубликованы в этом докладе, они эквивалентны критерию Попова в самом общем варианте. Ну, что касается Владимира Андреевича Якубовича, конечно, эта личность была очень незаурядная. Надо сказать, что биография жизнью складывалась очень непросто. Даже я точно знаю, что в Ленинградском университете некоторый период он подвергался, ну, я не могу сказать, гонением, но отношение к нему было достаточно предвзятое. У него были большие трудности, Геннадий Алексеевич это знает, с защитой докторской диссертации. Его первая попытка защитить эту докторскую была сорвана совершенно таким нечестным, совершенно нечестным способом. Несмотря на все это, он сохранял всегда спокойствие, во всем чувствовался его светлый ум. И я считаю, что в этом плане Александр Войч делает очень благородное дело, то, что он поддерживает память своего учителя, и мы все, конечно, с огромным уважением относимся к его памяти, Владимира Андреевича Яковлевича. Я познакомился с Владимиром Андреевичем на семинаре у Владимира Ивановича Смирнова. Дело в том, что я кандидатскую у меня была по матфизике, я ходил на семинары, Владимир Андреевич тоже на этот семинар ходил, а потом Владимир Андреевич свой организовал семинар. Я работал там на заводе, посещал семинар, и вот иногда рассказывал, какие задачи возникали у нас на заводе, и некоторые эти задачи как бы подтолкнули Владимира Андреевича к некоторым теоретическим исследованиям. Вот первая задача, можно чуть повыше, это система с трением. Вот. Ну, вот кулоновое трение. Обычно изображают рисунок 1, но, конечно, неправильно, правильный рисунок 2, потому что когда сигмус точка равна 0, в покое трение может принимать любое значение от минус 1 до плюс 1. Оно даже может быть срывным, рисунок 3, где в покое оно больше, чем в движении. Как понимать эти, значит, дифференциальные уравнения с такой нелинейностью? Определение Филиппова здесь не совсем годилось, потому что для него, значит, он определял поле направления нелинейной этой разрывной системы, в результате стремления слева и справа к разрыву. В этом плане, значит, рисунок 2 и рисунок 3 будут одинаковые, потому что предел справа и слева будут одинаковые. Дальше нам оказалось, что очень удобно это дифференциальное включение. Чуть повыше поднимите, пожалуйста. предполагается, что правая часть есть функция от T и X многозначная, значением ее является выпуклое замкнулое множество, под решением понимается абсолютно неправильная функция, производная которой почти всюду принадлежит этому множеству. Дальше рассмотрим мы систему вот ниже с F с точкой именно с трением. Вот и оказалось, что значит предаточная функция из-за того, что это сигма с точкой предаточная функция будет обращаться в ноль. И вот тот критерий ниже частотный, который был опубликован Владимир Андреевичем, он не годился, потому что было строгое неравенство. Я спросил Владимир Андреевича, а как же быть? Он говорит, ну ничего. И тут же доказал нестрогое неравенство. То есть вот его подтолкнула эта задача на нестрогое неравенство. Дальше поднимите, пожалуйста. Вторая задача это задача с люфтом. Ну вот люфт слева он изображен схематически. Значит две штанги сигма и фи и значит между ними вот люфт происходит. График люфта справа на рисунке 4 и мы видим, что значит как происходит движение. если взять начальное условие какое-нибудь скажем сигма в нуле какое-нибудь равно нулю допустим, а фи может иметь любое значение по вертикали, потому что люфт может быть выбран по-всякому. Дальше движение начинается. если сигма увеличивается, то мы движемся по горизонтали до правой наклонной, потом по ней вверх, если сигма уменьшается, тогда идем влево по горизонтали и потом вниз. Вот такая петля. Пожалуйста, еще. Есть другой гистеризис, вот обратный. Он возник на металлическом заводе вот из-за чего. Значит, трение в порше серомотора и трение в порше прямую золотняка вот и края этих двух трений приводило в некоторых ситуациях к такому гистеризу. Значит, мы движемся по верхней, прямой, потом, когда сигма меняет знак производная, прискакиваем сразу на нижнюю. И вот Владимир Ильич в виде эти два гистеризиса он впервые ввел понятие гистеризной функции. Чуть дальше немножко. Чуть-чуть подвиньте, пожалуйста. Вот эта первая его статья в докладах Академии наук была посвящена понятию гистеризной функции. Он ее определил следующим образом. Значит, дело в том, что, значит, гистеризная функция это оператор, который ображает сигма в некоторую функцию, но еще зависит от начальных значений гистеризной функции. Поэтому вот любому сигма с ноликом соответствует некоторая множество начальных значений. То есть насколько люфт выбран. Ну, далее, значит, определяется вот такое отображение, значит, два для любых с один больше с ноликом и для любого с ноликом изначального значения гистеризной функции отображает функцию в С. Тальше, пожалуйста. Ну, справедливо такие соотношения были ему указаны, такие вполне естественные. Значит, вот заложена аксиматика такая. Дальше немножечко. Вот. При выполнении этих условий семейство отображения отображается непрерывной гистеризной функцией. Если все отображения непрерывны, то гистеризная функция сильно непрерывна. Если проведено определение С заменит на Л, то есть когда отображает не в С, а в франстве Л, то называется религистеризной. Вот на рисунке 6 она такая представлена религистеризной функции, а выше, вот поднимите выше, назад, назад. Еще немножко. Вот там аппаратный гистериз. Тоже вот религистеризная функция. Таким образом определение Владимира Андреевича охватило оба этих вида гистеризов. Дальше немножко. Так. Да. Так вот Владимир Андреевич обнаружил, что гистеризм гистеризм будет разные. Он назвал плюс оператором, если выполнено вот это неравенство с интегралом. Вот люфт ему не удовлетворяет. Минус люфт будет удовлетворять. То есть люфт является минус оператором. Вот этот интеграл естественно приводит к тому, что в частотном критерии появляется вот там участвует вот и омега. Надо сказать, что гистеризм функций потом были сильно развиты теории Красносельским Покровским в Моногарше 83-го года, которая вышла через 20 лет после того, как Владимир Андреевич ввел это определение. Третья задача это импульсные системы. Ну вот импульсные системы широко применяются. Значит, кто этим не занимался, могу пояснить, почему они применяются. Дело в том, что импульсные регуляторы обладают, позволяют получить высокую точность, в отличие от неправильных регуляторов. Понять это можно из простого примера. Представьте, что лежит на полу бетонная глыба, килограмм 30, и вас просят ее передвинуть до той рисочки с точностью до миллиметра. Вы встанете на колени, начнете ее толкать, преодолеете силу трения, покоя, она поедет. Но вам не удастся остановить ее точно на той рисочке, где один миллиметр. А вот если возьмете кувалду и будете ударять, и от каждого удара она будет смещаться только на один миллиметр, тогда эта задача будет решена с нужной точностью. Вот имеет широко распространена импульсная широтная модуляция. Немножко дальше поднимитесь, пожалуйста, чуть-чуть выше. Значит, имеются метки времени на оси, через промежуток T большое, и на промежутке от Nt до Nt плюс T Тау N значит, кси равняется знаку сигма Nt. А дальше 0. Это если сигма от Nt больше дельта, дельта нечувствительность. Если меньше дельта, тогда кси вообще 0. Еще поднимите, пожалуйста. Ниже, 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 ниже. Так. Вот они различаются. Есть Шим-1 и Шим-2. Шим-1, это когда ширина импульса Тау N есть функция от сигма от Nt. А Шим-2, когда Тау N находится как корень вот этого функционального уравнения. Почему рассматриваются два вида Шима? Дело в том, что Шим-1, вот посмотрите на график кси, значит, вот ступенька произошла от Nt до Nt плюс Тау N потому что ширина его вычислилась по формуле f от сигма от Nt. Но за это время сам сигнал сигма от N мог сменить знак. И тогда получилось так, что если у вас это была обратная связь отрицательно стабилизирующая, то на некотором интервале времени она превращается не стабилизирует, а наоборот, действует противоположную сторону. Таким образом стала задача об устойчивости вот Шим-1. Минуточку. вот в Шим-2 там этого нет. Дальше. В Шим-2 там значит конец импульса определяется, когда сигма от T пересекает некоторую, какой-то график. То есть Тау N есть корень функционального уравнения. Тут уже всегда будет выход блока импульсного модулятора, и вход всегда будут знаки согласованы, потому что вот из рисунка видно, что он не может уйти в ноль раньше, чем кончится импульс. Но дело в том, что корень функционального уравнения не является непрерывным функционалом, и поэтому о самих функциях, сколько бы гладки они ни были, и вот метод неподвижной точки, скажем, при поисках периодических режимов здесь не будет напрямую работать. То есть оператор сдвига по траектории мне непрерывен. Поэтому, значит, здесь возникают трудности с периодическими режимами, действительно срывы периодических режимов, и тогда возвращаются к ШИМу-1. Там все хорошо, но там с устойчивостью плохо. И вот Владимир Андреевич заметил, что хотя Сигма и Кси выход и вход нелинейного блока в ШИМ-1, знаки их не всегда совпадают, но интеграл от Сигма на Кси будет больше нуля, если мы возьмем нечислить достаточно большой, то вот можно интеграл снизу оценить. Это была первая интегральная квадратичная связь, которую Владимир Андреевич подметил и взвел, а после этого уже им была развита теория, которая до сих пор продолжает развиваться его учениками, расположенными не только в России, но и за рубежом, именно система с интегральными квадратичными связями. Вот так я хотел рассказать, как взаимодействие Владимира Андреевича с тематикой прикладников проводило иногда к новым постановкам задачи. Спасибо за это. Добрый вечер. Во-первых, хочу говорить, что я очень рад, что нахожусь здесь, именно здесь. У меня будет доклад в связи с влиянием Владимира Андреевича на нашу науку по теории устойчивости в Румынии, а теперь хочу только напоминать скажем некоторые вещи, которые имеют связь с докладами, которые представились здесь сейчас. Во-первых, хочу рассказать одну, начинать с одной странности. Я познакомился с Владимиром Андреевичем в последнем годе СССР, то есть в 91-м году, когда посетил СССР по науке феврик. Туристом, ну, по разным путевкам побывал несколько раз, начиная с известного пионерского лагеря Артек. Но по науке был первый раз. А что странно, что впервые с Владимиром Андреевичем познакомилась моя жена, которая литературовед, а совсем не инженер или математик, просто она побывала в Ленинграде в 88-го года по путевке по Академии наук. Я просто попросил ее, вы знаете, что мы мало что путешествовали тогда, просто если появится случай, позвонить и передать мой привет. Просто так. Ну, а оказал совсем иначе, что ее пригласили у Владимира Андреевича дома, она познакомилась с семьей, а потом передала мне письмо от Владимира Андреевича. Для молодых надо напоминать, что никакой электронной почты не существовало тогда. Мы переписывались обыкновенным способом. О школе Петербургской тогдашней Ленинградской школе с представителем познакомились, скажем, раньше. Гена Леонов приехал к нам на семинаре в Ясах в 90-м году. И тогда мы встретились впервые. Но в то время мы уже были соавторами одной статьи опубликованной в Италии. Вообще могу сказать, что до 90-91 года вся тогдашняя Ленинградская школа для меня были только имена в журналах и на обложках книг. Но это не значит, что я вас не чтил и не любил, если можно сказать. И если позвольте, я даже считаю себя в некотором смысле тоже учеником Владимира Андреевича и Ленинградской школы. Если вы этого, конечно, позвольте. А хочу теперь сказать что-нибудь о научных делах и особенно несколько исторических фактах, которых напоминали Геннадий Алексеевич и Александр Львович и Аркадий Хаимович и профессор Розен Вассер тоже. Некоторые может быть некоторые уточнения и размышления. Мне кажется, что всеми известно, что в научном мире теперь больше пишут и читают. потому потому что хотят повысить число опубликованных статей в то время как во времена считаю моих учителей Попова, Холоная, о котором мало что напоминалось здесь. Я буду рассказать когда будет мое выступление в четверг. Попов Владимир Андреевич все считали, что надо опубликовать когда у тебя есть о чем писать. Новый результат. И в связи с этим может быть я смогу дать вам другое представление о том, что осмелились мы когда-то назвать великую лему теории систем. Как она появилась. скажем взор с Румынии, с части Румынии. Попов по образованию был инженером электронщиком или как у нас называлось в 50-е годы электромеханический факультет направления слабых токов. А у инженеров из электроники взгляд вход-выход больше основывается не на дифференциальные уравнения, а на передаточные функции в комплексном области и если нелинейные в области времени на интегральных уравнениях. И первое, что не наесть статья Попова, где появляются частотные условия, это написано на языке интегральных уравнений. с самого начала. А смысл устойчивости там, если посмотреть поближе, он использует то, что будет появиться в литературе несколько лет позже. Устойчивость в смысле вход-выход. Bounded input, bounded output stability, как ее называют на западе. Но она была тогда, ее могли найти там. Результат в семинаре профессора Холаная, тогда молодым доцентом 34 лет, у Попова от силы 30 тогда-то было, я знаю это по рассказам, мне тогда было 14 лет, профессор Холанай, который, покойный профессор Холанай, который был человеком очень твердых убеждений и социальных, и научных, сразу сказал, ведь он не знал об этом, сразу сказал, слушай, тут ничего нельзя понять, это билиберда, это не знаю, что такое. Я хочу добавить в этом, если бы профессор Холанай бы читал журнал известия высших учебных заведений математика 57-го гора, статьи, не знаю, профессор или научный исследователь Кенустан Винокуров, там есть кое-что об этом типе, этот тип устойчивости, вход-выход, но профессор Холанай не читал журнал известия вузов математика. И вместо этого он сказал Попову, я считаю это в чистом научном, научная доброжелательность, слушай, если ты хочешь убедить нас в этом, сделай эти вещи пока для дифференциальных уравнений. Ну, в то время не надо повторять для публикации то, что ты уже имел, а надо иметь новую вещь. А новая вещь, это была следующая, частотные условия для систем с несколькими нелинейностями, и во-вторых, он доказал, что если существует функция Ляпунова типа квадратная форма плюс интеграл, значит, разрешающие уравнения Лурье имеют решение, тогда обязательно его частотные условия выполняются, значит, является необходимым условием. А только потом, а профессор Халанай говорил, это, по-моему, он говорил, из просто спортивных соображений доказать, что метод Ляпунова так же силен, как частотные условия, Владимир Андреевич сумел доказать обратное, что составило, так сказать, серьезная часть этой Лемы, которая трудно доказуемая, но, к сожалению, из статьи опять очень трудно было понять что-нибудь. Я расскажу, что профессор Халанай цитирует эту работу в его книге, но никакого эха из этого не было. К счастью, когда появилась такая Калмана на год позже, это надо сразу сказать, там Калман использовал, ведь он тоже был инженером и электриком, и пришел из фильтрации, а в фильтрации и Винера, и его лично Калмана надо использовать факторизацию полиномов. А это доказательство Калмана стало понятным для нас, для тех, которые там работали, и Попов сумел пойти дальше по этому пути, используя факторизацию матричных многочленов, идя по следам Крейна, Векуа и Мус-Химишвили. Он их напоминает в книге, которая, между прочим, имеется на русском языке. А еще хочу добавить, что начиная, после этой книги Попова, он совсем этими вещами не занимался, он вернулся обратно к этой направлении на интегральных уравнениях, потому что он, так мне кажется, хотел создавать теорию устойчивости и гиперустойчивости совсем независимой от теории Ляпунова, без тех методов и так далее. И здесь хочу добавить, я слишком много рассказал, есть еще другие вещи, но будет время на это, как эта основа большой лемы факторизации осталась тормозом в данном моменте. Когда я стал работать над кандидатской диссертацией, хотел заниматься теорией гиперустойчивости для уравнения систем с запоздаванием. Ну, разумеется, написал Попову, он тогда, он был формально моим руководителем, но он уже был в Соединенных Штатах. И я ему написал, как он подумает об этом направлении. Он мне сказал, что тут есть еще много работы, и чтобы я направился к профессору Халанаю, с которым был знаком, потому что посвящали его курсы в Мехмате. А профессор, я же вам сказал, как он работал, сразу отрубил. Хочешь заниматься гиперустойчивостью систем с запасованием, я тебе скажу, где находится главная трудность. Нет у тебя Лема Якубовича Калмана Попова, потому что нет у тебя теоремы факторизации квазиполиномов. И стал заниматься этим вопросом по интегральным уравнениям. А два года после защиты появилась работа Владимира Андреевича, тоже, которую, к сожалению, не напоминал Александр Львович. Лема, частотная теорема, как ее называют, для случаев, когда пространство состояний Гильбертова. А там для доказательства Лема факторизация не используется. Используется метод, который основывается на динамическом программировании. Так что считаю, что это очень интересные вещи. И еще одно надо добавить, что его направления, от которых Александр Львович добавил, сказал здесь, что их можно трактировать отдельно, они стали встретиться еще раньше. Ведь по периодическим, по системам с периодическими коэффициентами, он стал опубликовать статью частотную теорию, частотную теорию в 86-м году. А у нас тогда была единственная идея в Бухаристе, когда читали, как это выглядит для почти периодических коэффициентов. Ничего не получилось, но есть уже статья Рассел Джонсон, где это дело уже сделано. Правда, в названии статьи фамилия Якубовича не напоминается. Он просто говорит, что некоторые результаты и так далее. Ну, что ж поделаешь, не всегда появляется. И в заключении скажу следующее. Кто-нибудь сказал мне, как растет значение того или другого математика или ученого. Это хорошо, говорил он, когда твоя фамилия находится в литературном списке. Еще лучше когда тебя напоминают в статье. А наивысшее это когда твоя фамилия появляется в заглавии. Ну, вот и все пока. Спасибо за внимание. Я бы хотел сказать несколько слов не о математике. Несколько замечаний. во-первых, вот Александр Львович упомянул, что к сожалению теория гаминетонных систем, с которых начинал Владимир Андреевич, мало коррелирует с будущими его исследованиями. Я бы хотел сказать, что до недавнего времени не были получены необходимые достаточные условия разрешимости уравнений неравен стрикате. При этом неравен стрикате могут быть разрешены, разрешимы, даже если соответствующая частотная функция не знака определена и меняет знак. Так вот, в выводе необходимости достаточных условий разрешимости неравен стрикате в конечномерном случае используются идеи гамильтонных систем, разрабатанных Владимиром Андреевичем. Кстати, он сам об этом говорил. Теперь еще один момент. Много было сказано и вполне заслуженно, это было необходимо, о успехах Владимира Андреевича, о создании его школы, о влиянии на коллег. Мне кажется, что можно было бы еще добавить два слова о очень важном аспекте его деятельности. Он был руководителем семинара на кафедре теоретической кибернетики. Невозможно представить себе научную деятельность университета без семинаров. Это плоть от плоти научной деятельности, без этого просто ничего нет. Ценность семинара в значительной степени определяется личностью того, кто проводит этот семинар. Не случайно семинар часто называется по имени того профессора, который проводит семинар. Семинар Лурье, семинар Розермана. Значит, у нас была кафедра теоретической кибернетики, но я думаю, что было бы естественно называть семинаром Владимира Андреевича. Не трудно себе представить семинар кафедры теоретической кибернетики там 70-х, 90-х, 90-х годов без Владимира Андреевича. Это было бы совершенно что-то другое. Было очень престижно выступать на этих семинарах и к нам приезжали люди со всего Союза, из-за рубежа. Теперь пара слов относительно требовательности Владимира Андреевича. Вот он был человеком достаточно требовательным и весьма дружелю в то же время. Что мне запомнилось? Он редко был доволен текстом, написанным текстом статьи. Редко был доволен. И случаев, когда ему показывали статью и он был совсем согласен, я припомню, пожалуй, что и не припомню. Он был недоволен не только чужими статьями, но и своими тоже. Он постоянно хотел их исправить, но в конце концов надо было когда-то останавливаться. Он очень редко исправлял чужие статьи. Он просто указывал, что нужно доработать. И это было действительно очень важно. И иногда создавалось впечатление, что он просто всегда недоволен. Но в тех редких случаях, когда он сам что-то переделал, но пару фраз, а потом, конечно, забыв об этом, повторно смотрел, через месяц, через два, было замечено, что второй раз он никогда не исправляет. это было окончательно. Еще один пример. Вот я помню, где-то году, наверное, 70, наверное, 82-м, примерно так, раньше немножко, ему поступила книга из Москвы, нужно было ее отреферировать. Ну, в стране с 300. Он разбил эту книгу, разбил на три части, там три главы были, и поручил своим сотрудникам написать рецензию. Вот, через месяц я ему приношу рецензию, где, значит, на 100 страниц было чуть больше 100 замечаний. Он был чрезвычайно рад. Потом глубоко вздохнул и говорит, вот, а на две другие части замечаний почти нет. Ну, ничего, мы напишем эти. И, кстати, значит, автор этой книги потом был чрезвычайно доволен замечаниями. Еще, значит, вот такой момент. В 90-е годы, по-моему, по просьбе сотрудников, Владимир Андреевич выступил несколько раз на семинаре с воспоминаниями о событиях, которые... он был свидетелем этих событий, случившееся в Московском университете несколько позже. Это была информация из первых рук. Невозможно переоценить такого типа выступления. И мне кажется, что было бы хорошо как бы перенять вот эту, то есть, сделать эту традицию, что ли. Как еще передавать впечатление, опыт, какую-то очень важную, ценную информацию, чем из первых рук человек, который все это видел и делал. последний момент. Середина 90-х годов. Конференция ИСИСи в Риме. Пленатный доклад должен был сделать Владимир Андреевич. Чуть ли не первый раз на английском. Больше тысячи человек сидит. Вот объявляют значит, тот доклад должен читать Владимир Андреевич Якубович. Вот он встает, идет значит, идет читать доклад. Но дело в том, что его лично не так много людей видели. Это было еще, может быть, даже не середина первой половины 90-х годов. И я слышу кругом шепот. А кто это? А кто это идет? Потому что они же привыкли к лицам знакомым и встречный шепот. Лема Якубовича Калмана. Лема Якубовича Калмана. И шепот быстро затих. Значит, престиж был просто необыкновенным. На этом все. Спасибо. Спасибо. Александр Львович попросил меня сделать как бы копию доклада, который будет на английском. Но я чувствую, что в этой аудитории в конце уже два часа все подустали. Математический доклад будет трудно. Поэтому я только позволю себе вводную часть сделать, которая не такой, не обзор, а скорее о том, какое влияние оказывает Лема Якубовича, какой резонанс имеет этот результат. Ну и как бы анонсы, приглашения, потом прийти на доклад в четверг и послушать весь материал полностью. Я думаю, что только так можно в этих обстоятельствах поступить. В общем, я буду рассказывать только первый пункт своего доклада, который будет в четверг. Можно следующий слайд. Я просто повернусь к нему. А, я не понял, что тут есть. Хорошо, все. Хорошо. Ну вот, формулировка этого результата. Значит, в 62-м году Владимир Андреевич опубликовал эту статью. Она здесь упоминалась. В этой статье всего четыре странички. Это редкий случай, когда из статьи в четыре странички происходит такой резонанс. Ну вот, из последующих слайдов вы увидите, какой результат, какой эффект имела эта статья в четыре странички. В 64-м году вышло обобщение результата первого на случай для систем с несколькими входами. Значит, в леме речь идет о системе управления с матрицами А и Б. Извините, с матрицами А и Б. И задается некоторая матрица Ж. Формулируется так называемое частотное неравенство. Неравенство выполнено для всех омега. Нет, я не вижу, где тут поинтер. Может так? Нет указки. Ну ладно. Значит, для всех омега, значит, то есть на мнимой оси пробегает, вот видно, и омега, и х написано. Значит, это условия в частотной области. Если выполнено такое неравенство, то существует матрица некоторая, аж, такая, что выполнено матричное неравенство. тут обозначено Калуна Якубович Попов или май. Надо сказать, что в первой статье вместо вот этого вот сейчас наиболее известного или май, было доказано квадратичное неравенство, которое внизу записано, значит, неравенство Рикатти. Именно так выглядело утверждение вот в статье 62-го года. В дальнейшем уже формулирус в виде или май. Значит, после этого в 63-м году вышла статья Калмана, где было доказано случай не строгого неравенства, но не это главное. А главный вклад здесь состоит в том, что вместо неравенства, линейного матричного неравенства, было доказано, что существует матрица H, большой, аж маленькая, которая доставляет решение уравнения Лурье. Ну и уравнения Лурье в случае, если матрица G, U, не вырожденная, равносильна алгебраическому уравнению Рикатти. А в случае, если эта матрица вырождена, неравносильна, потому что нет никакого уравнения Рикатти, поэтому уравнение Лурье является более общим уравнением. Вообще говоря, и результат с уравнениями Лурье более общий, чем для случая уравнения Рикатти. Ну вот так это выглядит. В 64-м году Попов обобщил этот результат для случая, когда вектор U, когда U является вектором, у Калмана был случай скалярного управления. В этом случае все сводилось к факторизации скалярных многочленов. А для того, чтобы получить результат с векторным управлением, Попов доказал теорему о матричной факторизации для матриц на единичной окружности. То есть он получил обобщение теоремы Фейера-Риса на случай матриц. На самом деле это очень существенный математический результат, который как-то мало отмечается. Больше того, это утверждение о факторизации матрицы, состоящей из тригнетрических полиномов, приписывается другим математикам, которые получили его позже, на несколько лет. И я не видел ссылок на то, что это доказано Поповым. Вот в этом состоит вклад Попова. Тут произошло такое обобщение, которое он сделал. Ну и вот все это вместе, объединенные утверждения, и составляет собственно Лему Калмана Попова Якубовича. Она состоит из трех утверждений. Суть Лему Калмана состоит в том, что они все равносильны. Значит, первое это частотные условия, второе разрешимость матричного неравенства, и третье разрешимость уравнения Лурие. Лурие. Можно вопрос? Да. А правильно это не лурие с звездочкой H? Не понял. H со звездочкой H. Нет, оно такого размера, как и матрица. Матрица такой же размер. Значит, обычные уравнения Лурие записываются в виде трех уравнений. Они соответствуют трем блокам этой симметричной матрицы. Если это расписать по блокам, получите обычные три уравнения Лурие. А здесь они записаны в виде одного матричного уравнения. Просто вот так это можно записать. Хорошо. Ну, вот я просто напомнил, собственно, в чем состоит этот результат. Ну, а дальше вот признание его влияния на теорию управления. Значит, появилось это в связи с задачами устойчивости. Вскоре это уже у Попова можно найти. Стало ясно, что в задачах оптимального управления необходимо использовать такую лему. И она стала использоваться в задачах оптимального управления в решении линейной квадратичной задачи. Также быстро появились приложения в задачах фильтрации. Кроме того, потом стало развиваться адаптивное управление. И, значит, есть очень много результатов адаптивного управления, основанных на этой лемме. Дальше вот об этом здесь немножко сказали. Если у нас возникает система с запаздыванием или вообще система описанного равнения частных производных, то нужны бесконечно мерные аналоги. Были выведены бесконечно мерные аналоги с этой леммы. И, соответственно, появились результаты об устойчивости бесконечно мерных систем, например, систем запаздывания. Очень интересное обобщение было предложено самим Владимиром Андреевичем, и оно связано с распространением на линейные системы с периодическими коэффициентами. Это его тема, которой он занимался еще со студенческих лет. И вот он вернулся к ней уже, когда речь шла о частотной теореме, как он любил ее называть. И я в конце расскажу, что эти результаты в самое последнее время оказались в самой практической работе, нами востребованы. Я думаю, это я скажу сегодня. Ну, признание этот результат получил довольно быстро, и статья Владимира Андреевича включена в эту известную книгу основополагающих работах в теории управления. Вот что я хочу кроме этого сказать, это вообще известно, что если мы книжечку откроем, там 25 статей. Из них 4 статьи посвящены частотной теореме. То есть 4 из 25 так или иначе связаны с частотной теоремой. Но я думаю, что это наиболее популярная в этой книге тема. То есть ее влияние ну и внутри также значительно вот здесь эти указаны. Статья Попова, из нее собственно появилась частотная теорема, так как была сформулирована эта задача, которую решал Владимир Андреевич. Ну и статья Владимира Андреевича и затем использование Виллиенсом и Зейнсом. В общем очень известными специалистами по теории управления. Ну это все 20 век и конечно выглядит это как что-то устаревшее. Вот интересно было посмотреть, а что в 21 веке? Не забыли ли частотную теорему Лему, Калмана, Попова и Клубовича? Интересуются ли до сих пор? Я сделал поиск. Поиск вот в Google Scholar запрос Киплема. Я посмотрел сколько статей содержит термин в тексте статьи. Но они дают не точно. 1800 пишут. Я не проверял. Но видимо около того. Потому что я не поленился. сделал другой запрос. Сколько статей в 21 веке содержит в названии. Правда тут я по сравнению с прошлым годом сделал более подробный поиск. я сделал два запроса Киплема и Калмана Якубовича Попова Лема. Это другой запрос. И просуммировал. И тут я просто проверил. Я просчитал. Действительно имеется 87 различных статей в названии которых уже в 21 веке. Название которых это Лема. То есть 87 работ специально посвященных этой теме. Количество работ где используется этот результат просто тысячами исчисляется. Такова популярность этого результата. Кроме того есть еще и другие виды признания. Можно публиковать много работ, но как было сказано, что теперь больше публикуют, чем читают. Но чтобы никто не читал. Такое тоже бывает. То есть количество публикаций еще не показатель качества. Ну вот в 21 веке две работы. Одна очень известная статья Ивасаки и Хара. Подробнее о результатах из этой статьи я буду рассказывать на своем докладе. Сейчас я не буду касаться. Она получила приз как лучшая статья в Transactions. Вот тут написано 2005 года. А доклад Танака на 50 ACDC получил приз за лучшую студенческую работу. Это тоже работа посвященная обобщению частотной теоремы. То есть решать задачи связанные с Лемой Калмана Попова и Кубовича это очень престижно и высоко ценится. Ну вот тут можно и закончить было. Но тут есть еще такой вопрос что от инженеров особенно часто можно слышать что это математики они все математикой занимаются а инженеры они пид регулятор только используют и им все эти статьи не нужны и все это значит такое чисто математическое занятие то есть это к практике не имеет отношения вот ну конечно ответ может быть такой надо почитать сколько это статей за 1800 и посмотреть какие там были практические примеры там их много просто вот но мне какое-то удовольствие доставляет рассказать об одном приложении в котором я принимал участие небольшое и которое вот в этом году просто статья опубликована и больше того там есть кино такое привычательное так что я хочу про это рассказать ну ну смотрите еще кино не пускайте значит я хочу сначала вернуть вернуть ну хорошо значит такой кевин линч декан факультета электриков инжиниринг но известно ой нет нет это не надо это последнее выключите по порядку их уберите пожалуйста по порядку начнем с первого только не надо первое вот он придумал такую вот установку он назвал ее робот бабочка значит вот такая вращающаяся форма которую он назвал бабочкой на ней шарик свободно катается и нужно сделать переворот и при этом не уронить шарик эта установка она аналог я хотел с этого начать но тут кино пошло раньше ну известная задача стабилизации обратного маятника такая модельная задача когда значит пытаются сделать что-то что сделает трудно например стабилизировать обратный маятник это то что делают эквилибристы в цирке Владимир Андреевич в свое время предложил такую модельную задачу о роботе-велосипедисте управление роботом-велосипедистом очень много статей было посвящено этому тоже модельная задача когда робот пытается повторить то что делает человек еще одна такая популярная задача акробот называется установка двузвенный маятник где только одно звено управляется и она моделирует движение гимнаста на перекладине и значит вот это интересные такие вызывающие задачи решить их трудно вот Кевин Лич предложил пожалуйста не запускайте хоть это нет уже запустили а почему запускаете нет так я же сказал когда я буду говорить по порядку я говорю не надо хорошо вот Кевин Лич придумал вот такую вот штуку и придумал в 1999 году и он на многих конференциях по робототехнике рассказывал о том что вот надо бы сделать такую вещь у него есть лаборатория робототехники в университете и они пытались он об этом тоже рассказывал и безуспешно пытались решить эту задачу а человек вот теперь покажите второе видео вот это известный жонглер Мишель Машен а человек делает это легко ну если он конечно вот такой выдающийся жонглер то есть это сделать можно надо это вот и все остановить больше не надо все это сделать можно но роботу оказалось это сделать труднее дело в том что не то как кевин лечить он занимался а такие установки сделали в других университетах во многих местах и например пожалуйста третий третий фильм ее сделали в университете ла сапиенс в Риме вот здесь вот сотрудник поскольку у них не получилось сделать автоматически пытается сделать это хотя бы вручную здесь видно насколько это трудно ну вот не получается можно остановить хотя у них есть публикации некоторые задачи именно стабилизацию шарика в каком-то положении неустойчивом они умеют делать но это делать не получилось и прошло 15 лет можно теперь последний из этих серий этой задачей занялась группа которой руководит Антон Ширяев выпускник нашей кафедры и вот результат значит это результат диссертации Максима Сурова который был основным исполнителем этой работы значит это все продемонстрировано было на конференции по робототехнике и автоматизации в этом году в Сиэтле здесь есть телекамера которая измеряет координаты шарика все управляется от компьютера ну и есть там коллектив авторов которые в этом участвовали я тоже небольшое участие в этом принял и мне это очень приятно значит через 15 лет после формулировки задачу удалось решить сейчас это кончится я скажу пару слов о математике которая за этим значит можно теперь опять вернуться к докладу пропустить эти где нету кино следующее 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 топ вот здесь остановимся значит что как как решена эта задача значит эта идея принадлежит ширя его осуществляется трансферсальная линейноризация движения системы вдоль желаемой траектории периодической траектории и в результате получается линейная система с периодическими коэффициентами и после этого нужно стабилизировать линейную систему с периодическими коэффициентами коэффициенты очень сильно меняются никакого регулятора с постоянными коэффициентами там найти невозможно абсолютно больше того коэффициенты там даже меняют знак на периоде, когда мы ответ получили. Так как же найти коэффициенты, которые стабилизируют линейную систему с 50-ми коэффициентами? Ну, вот так вот найти. Вот взять из этого диска, который сейчас здесь раздается, статью Владимира Андреевича за 70-й год, и просто прямо по этой статье, прямо как там написано, этот алгоритм был запрограммирован. Это частотная теорема, это решение, это нахождение этой матрицы H, про которую вы спрашивали, которая в правой части уравнения Лурье. Вот как вычислять ее? Там просто написано алгоритм, не очень просто. И мы получаем изменяющийся во времени периодически коэффициент обратной связи, который прикладывается к этой системе, и вы видите этот самый результат. Но это к тому, что хорошие работы, они как-то не устаревают. Статья 86-го года, в 2015-м жива. Можно к первой? А, я могу сам это сделать. Теперь я могу сам это сделать. Дальше доклад вот по всем этим пунктам. Я думаю, что сейчас не время делать, просто уже все утомлены, а там очень много математики. И думаю, что не стоит это делать. Я просто скажу, о чем там. Дальше я расскажу в докладе об обобщениях Леммы, Калмана, Попова и Якубовича, которые начались с замечательного результата Андерса Рансера, который установил родственность, некоторую связь между неущербностью ее с процедурой и доказательством частотной теоремии Леммы, Калмана, Якубовича, Попова. На основе этого в дальнейшем Ивасаки с его сотрудниками, ну, я тоже немножко в этом участвовал, получили обобщение этих результатов. Выяснилось, что эти обобщения могут иметь, в общем, разные приложения, в частности, совершенно математические приложения. И в третьей части я хочу рассказать, как можно, используя Лемму, Калмана, Попова и Якубовича, точнее, некоторые ее обобщения, получать результаты по факторизации матричных многочленов, но только не от одной переменной, а от нескольких переменных. Например, такой довольно свежий и удивительный результат, что если у вас есть тригенетический многочлен от многих переменных, который положителен, то его можно представить в виде суммы квадратов, независимо от того, сколько переменных. Ну вот, я собираюсь это просто доказать, это довольно простое следствие из Леммы, Калмана, Попова и Якубовича. А потом, я, значит, от этого результата можно перейти к 17-й проблеме Гильберта, которая, как известно, состоит в том, верно ли, что многочлен положительный от нескольких переменных и сумма квадратов рациональных функций. На этом пути не удастся получить полное доказательство, но будет получен результат, который касается строго положительных многочленов, но зато дает и более конструктивный вид, то есть он указывает вид знаменателя тех рациональных функций в виде суммы квадратов, которого будет представлен многочлен. Потом я расскажу об обобщении Леммы, Калмана, Попова и Якубовича на поля другие, отличные от поля вещественных чисел. И тут выяснится, что природа этих результатов, результата Якубовича, результата Калмана, в действительности математическая природа различная. И если результат Калмана выполняется только в вещественно-западных полях, то утверждение Якубовича, то есть неравенства, линия Якубовича неравенства, верно в полях более общей природы, значительно более общей природы. Ну и потом в результате этих обобщений удается доказать, что в действительности утверждение 17-й проблемы Гильберта и Калмана и Попова Якубовича просто эквивалентное утверждение. То есть одно следует из другого. Вот такой будет доклад. А сейчас я думаю, что я не могу в такие детали вдаваться. Кому стало интересно, приходите послушать подробнее. Спасибо. Первое, что я хочу сказать, первое, что я хочу сказать, что Якубович был детем любви. Его папа и мама познакомились, когда маме было 16. Ну, а папа лет на 12 больше, старше. Он был, как его зовут, постояльцем в пансионе, который держала мама. Это год 24-й, 23-й. Моя бабушка тогда тоже держала какой-то пансион в другом месте. И, решив пожениться, они долго готовились к этому событию. Проходя мимо запасной, так сказать, двери комнаты, в которой жил Андрей Владимирович, Якубович, мама бросала туда одну одежду за другой. И таким образом скопило некоторый гардероб. И сразу после окончания школы молодые удалились в свадебное путешествие. Они приехали, это было в Новосибирске, они приехали в какую-то станицу алтайскую и купили 200 яиц. Потому что и тот, и другая умели делать только яичницу. И жили там, пока яйца не кончились. А потом они вернулись домой, и дома произошло несколько неожиданное событие. Родители мамы прокляли дочку. А родители папы их приняли. И вот всю свою оставшуюся жизнь в Новосибирске семья прожила с семьей, с бабушкой и сестрами Володиного отца. А бабушка была, между прочим, княжна Хованская. Вот из того самого рода, у которого 22 поколения до этого самого, до короля Польши Егеллы. Вот, отвлекаясь немножко уже вот сейчас к последнему князю Хованских приехал какой-то поляк. интересующийся генеалогией и взял у него анализ на какой-то там ген, который передается из поколения в поколение. И выяснилось, что женщины не изменяли, потому что ген присутствовал. Но это отвлечение. Вот. Ну, когда маме стало, по-моему, в 17 лет родился Володя, и они не очень долго, но счастливо жили до 37-го года, когда папу арестовали. И только в 90-м году я Володя получил, ну, не реабилитацию он получил сразу же, а условия этого события он получил где-то в каких-то 90-х годах, и, по счастью, я пошла за справкой, ему написали, что он может получить справку о смерти. Справки о смерти, это было абсолютная правда, на меня потрясло то, что там было написано. Причина смерти расстрел. Вот, как-то трудно очень осознать, потому что, ну, вины, как понятно, не было, но все-таки это узнать очень трудно. Ну, когда было Володе 12 лет, значит, они остались одни, вот с старой бабушкой, молодая 28-летняя мама, ну, и подающей надежды сын. Потом они переехали в Днепропетровск, и тут случилось событие полусмешное, о котором я, так сказать, вспомнила сегодня, выслушав по Евро-Ньюзу какие-то очередные рассказы о том, что какой-то футболист был продан в какой-то другой клуб за сколько-то миллионов евро или долларов, не знаю. Некая аналогичная ситуация возникла и с Владимиром Андреевичем. Он был в это время студентом и занимался мостами и тоннелями. И математик, который вел у них занятия, сказал ему, что совершенно ему нужно идти на матмех или на мехмат, в общем-то, математическое отделение. Это было военизированное учреждение. И его не отпускали, он не мог написать заявление об уходе, потому что он был, ну как, подлежал дальнейшему обучению. Тогда пришел друг семьи, к начальнику училища, или, вернее, института, и сказал, слушай, ты давно хотел мой кабинет карельской березы, бери его, но отпусти Якубовича. И Якубович был отпущен. Сначала он поступил в Днепропетровский университет, потом ему там оказалось тесно, и они со своим другом поехали в Москву поступать на физический факультет университета. Но были отвергнуты. Они вред Юру взяли, а Володю нет. причины мне неясные. Он уже приехал домой и решил, значит, не судьба, и уже где-то в октябре ему предложили поступать на Мехмат. И вот с этого началось то, что считается неожиданным, когда к нам в Питер приезжают москвичи. Ну, что я еще могу рассказать? Много было у него, конечно, трудностей с распределением, но об этом уже Геннадий Алексеевич немножечко рассказывал. Якубович выгнали из комсомола перед тем, или что-то в этом роде, а нет, строгие выговоры его написали, за неправильное толкование национальной политики советских руководителей. выразившееся в том, что якобы не принимаются евреи на мехмат. Ну, и вот он получил ссылку вот на этот, в НИИ-400, в котором стоит отметить, что это было НИИ, которое принадлежало судостроительной промышленности и выпускало торпеды для такого. Ну, что вам еще рассказать? Я еще могу рассказать, как вы познакомились с Владимиром Андреевичем, мы увидели друг друга в салоне троллейбуса, он стоял опираясь на кабину водителя, а я сидела где-то вдали. И я смотрела на Владимира Андреевича, который был очень демократически одет, в какую-то рубашечку с расстегнутым воротом и в какой-то кепочке и думала, надо же, какие умные лица бывают у рабочего класса. Вот, ну, после этого, естественно, мы как-то встретились, это было все на базе окрестностей публичной библиотеки, так что мы встретились в очередной раз, признались, что мы друг друга заметили, и первый мой визит на его дачу в Комарово продолжался тем, что мы ездили по всем окрестностям и искали его пропавшую собаку. Мы громко кричали, которая пропала во время его предыдущей поездки уже в одиночестве, он и собака. мы кричали Джим, Джим, но Джим не появился, как я всегда говорю, Якубович почувствовал пустоту и понял, что ему пора жениться. Так что, вот, я тут и стою после 51 года жизни Владимира Андреевича. Я надеюсь, что мой сын, когда там в 26-го выступит и продолжит майки про моего мужа, я на этом прощаюсь. Да. Ну, он поступил в 46-го и кончил в 49-го. А так и есть? Да. Я просто... Все? Вопросов нет? Я должен сказать, что, значит, общение с Владимиром Андреевичем вне стен кафедры университета обычно проходило, значит, это как в семейном кругу вместе с Екатериной Дмитриевной. То есть, Екатерина Дмитриевна являлась полноценным, полноправным участником наших семинаров. И она делала очень важный вклад в семинары. Вот она сейчас не слушает, и ладно. Вклад был материальный в виде испечения каких-то как они называются? Вкусности. Вкусности, чай, все такое. Это украшало семинар. Опять же, фотография, которую Генна Леонов показал, там красивые чашечки стоят, и чай, и вот это все было антуражем этого семинара, и независимо от семинара, когда сложные какие-то проблемы возникали, касающиеся не математики, а вот связи математики с жизнью, вот, насколько мне известно, всегда Владимир Андреевич советовался с Екатериной Дмитриевной. Вот, так что жизненные решения принимались совместно, а вот там руководство кафедры, например, это жизненное решение, это не совсем математика. Да, Екатерина Дмитриевна, я с этим согласен. Не слушает, ну ладно, хорошо. Уважаемые коллеги, кто еще хотел бы выступить? Я понимаю. У нас время до семи часов, у нас есть, еще я, так сказать, сделаю объявление, еще есть, кто-то, если хочет немножко сказать что-то, время есть, но в 19.30 здесь неподалеку в университете Итмо, это за площадью Сахарова сразу же, здание ГОИ, там видно афиша нашей конференции Микнон, вот там будет проходить фуршет, значит, связанный с конференцией, куда, в общем, вход возможен. Ну, конечно, те, кто зарегистрирован на конференции, для тех вход, вход свободный, по банджам, а кто не зарегистрирован на конференции, тоже может туда проникнуть, заплатив 400 рублей, как мне сказали в оргкомитете. Вот, так что имеется возможность продолжить, как говорит, банкет, да, если кто-то требует продолжения банкета, то возможность такая обеспечена. Вот, есть ли еще желающие выступить? Так, ну что же, будем закрывать, заключать заседание, да? Геннадий Алексеевич, хотите заключительное слово сказать? Ну, как говорят, думаем, чтобы наш праздник удался, наш праздник в честь Владимира Андреевича Якубовича, действительно, были интересные воспоминания, и кроме воспоминания, здесь же выступали замечательные ученые, выдающиеся ученые, которые продолжают продвигать те научные направления, в которых работал Владимир Андреевич Якубович. Это замечательно, это демонстрация того, что мы находимся действительно в гуще событий, и Владимир Андреевич, вот, будучи сам сначала, как я говорил, в стримлайне, своим авторитетом определил новые стримлайны, которые сейчас развиваются, и ученики, и последователи Владимира Андреевича продолжают его замечательное творчество. Последнее, значит, те, кто хочет получить труды Владимира Андреевича на диске, подходить по разу Михаила Сергеевича Ананевского, но нужно записаться, указав фамилию и организацию, из которой вы приехали. Спасибо всем большое за участие. Спасибо.